Девушки отдыхают... И мы празднуем первый день рождения, наш первый юбилей в компании с огромным будущим. И если вы все готовы сегодня творить историю, давайте еще раз наполним весь этот зал с самыми громогласными аплодисментами. Добрый вечер! Я поздравлюсь еще раз. Сегодня нас ожидает очень и очень насыщенный день. Сейчас будет конференция, будет возможность задавать вопросы нашим спикерам, узнать о планах, новостях компании. Будут перерывы и возможность на коммуникации. Чуть позже вечера нас ожидает прекрасный голокушек с шоу-программой. А уже дальше, как девушка обрадовалась, нас ожидает горячая автопати. Мы все поднимемся в совсем другое место и будем зажигать. Сегодняшний вечер должен остаться в памяти жизни каждого, кто вместе с нами. Итак, дамы и господа, дорогие друзья, прежде чем я приглашу на эту сцену наших первых спикеров, позвольте увидеть ручки тех, кто готов сегодня творить историю. Поднимите правую ручку. Одну руку только. Все, все, все. Кто готовы творить историю и кто готовы сегодня выложиться на все 100%, вторую ручку поднимите. И сейчас громкий аплодисменты. Майклэкс! Слава себе! Дорогие друзья, нас ожидает панель дискуссии. Панель дискуссии сейчас здесь, на этой сцене. И я с удовольствием приглашаю наших первых спикеров, модератор дискуссии Андрей Куркин. Прошу, встречаем. Также, дамы и господа, прошу, встречайте наших спикеров. Философ-футуролог Михаил Канавцев. Под продолжительной областной философ-футуролог Михаил Канавцев. Ваши дорогие друзья, встречайте маркет-мейкер. Альференко Игорь. Трейдинг Максим. И поздравьте, наоборот, еще одного спикера. Строганов Михаил. Итак, дамы и господа, прошу внимания. Андрей, вам слово. Добрый день, друзья. Всех рады видеть в чудном городе Дубай, прозванном нами Дубайск. Спасибо, что все вы добрались. Надеюсь, что вы полны сил, энергии. Мы вас чуть-чуть немножко отвлечем на буквально полтора часа на умные темы. А дальше мы будем все отдыхать, веселиться и наслаждаться нашим чудным днем рождения. Первым, я считаю, что он запомнится на всю жизнь. Поэтому спасибо, что приехали в первую очередь. Еще от себя хочу сказать, что вы даже не понимаете, в каком интересном проекте. Может быть, некоторые понимают уже, принимаете участие. Мне потребовалось три месяца аудита, чтобы понять, какой крутой код Саша и его команда написали. И вообще, что они планируют делать. Так как я человек, все-таки, немножко из сферы сайпер-секьюрити и инвестиций. Мы инвестируем в разные проекты. И когда мы увидели тот проект, который уже увидели вы, мы поняли, что, слушайте, ну это реально очень крутой монстр. Мы готовы принимать вообще активнейшее участие. 24 часа на 7 я занимаюсь бизнес-девелопментом этого проекта. И мы планируем его запускать дальше, там, в стратосферу. Поэтому спасибо, что вы все рядом с нами и поможете нам это сделать. Андрей, прошу прощения. Благодаря секундочку. Прошу аплодисменты. Позвольте пригласить на кустынам еще одного спикера подборной аплодисменты. Это изначально. Please welcome our honorary guest. Рико Пэнк. Прошу вас. Тогда от себя я бы хотел еще для полной комплектации сразу же пригласить главного, наверное, криптолойера в криптосфере. Это Гордона Эйнштейна. Он с нами, он здесь. Поприветствуем его, ребята. Я изучаю русский язык, но я говорю очень плохо. Хорошо. На самом деле, он отлично понимает по-русски. Вы можете всегда подойти к нему, да, и задать вопросы. Вот, наверное, первым я хотел бы представить нашего зятского коллегу и друга Рико Панго. Он CEO Sanctum, инвестор, инкубатор и акселератор здесь, в Дубае. Сейчас он представляет как CEO ADFS, децентрализованную систему данных. Вот поэтому, Рико, даем тебе первое слово. You will be first. Our guest. Thank you. Thank you for having us here today. We have been investing and incubating and accelerating a number of projects over the years. Not only in the blockchain crypto space, but we also invest in the traditional deep tech sector, including humans themselves, manpowering, green energy, technologies, IoT infrastructures. They are actually designed for the future of smart cities. So, that's the sort of things that we are working on. And definitely, payment system, the future of banking, new financial world is something that we have been working on over the years. And we are so excited that it's so much changes. For example, a few months back, when the El Salvador announced that, you know, Bitcoin will be more of the legal tender being used in their country and being implemented now, we see many other countries jumping into this bandwagon and making payment much more faster and more convenient. Thank you. And we're going to have to do us in English because I'm out of practice, so I apologize. Hi, everyone. My name is Gordon Einstein. I am an attorney who specializes in crypto and blockchain. I am passionate about this field. I think I can change the world for the better. I actually went back into the practice of law because of, watch my crypto, if you can imagine, a lawyer leaving law and then going back into law. That's like a prisoner escaping from prison and then checking themselves back in because they missed the food. So, I am very much into this area. I'm also working very closely with the Emerging Technology Association based in Zouk, Switzerland. And we are actively giving out grants in support of open-source technology and software. So, this is a fantastic conference. I appreciate you all putting it all together. If anyone in the audience has a passion or interest in open-source software and has related technologies, we can push the gloves to talk with you. And I'm excited to see you very well. And I'm going to talk to you very well. And I'm going to talk to you very well. Thank you very much. Thank you very much. От себя могу добавить, что с апреля занимаюсь уже бизнес-девелопментом Майн Плексом. Помогаем абсолютно решать любые вопросы, связанные с развитием продукта, в том числе и с его аудитом. Могу сказать, в плане безопасности можете спать спокойно. Нами все проверено. Ни один Плекс, ни один Майн не уйдет налево, если вы нигде не засветитесь и фразу. Вот, поэтому можете спать спокойно и заниматься развитием своего продукта, своего комьюнити, с ним все будет безопасно. Вот. А от себя дальше хотел бы Михаила дать, пусть расскажет. Приветствую, уважаемые гости. Спасибо организаторам за то, что вы дали возможность с вами вместе общаться. Если в плане безопасности и бизнес-процессов вы можете спать спокойно, то, наверное, в плане философии проекта еще придется какое-то время не спать. У любого проекта должна быть стратегия, должна быть некий образ того, к чему мы идем. И в том числе мы занимаемся социальной инженерией, влиянием, как новая эпоха, эпоха киберсреды, влияет на наше с вами поведение. Как новые технологические платформы, это те вопросы, на которые мы отвечаем, влияют на наше с вами сообщество. Что будет с проектом через 10, 15, 20 лет? Думали ли вы об этом? Мы начинаем об этом думать, мы говорим об этом внутри и, конечно, хотим поговорить об этом вместе с вами. И одна из ключевых задач, как вы понимаете, блокчейн – это очень большая система, и она сегодня внедряется в условия цифрового неравенства. Как сделать так, чтобы это цифровое неравенство не перешло в цифровой фашизм? Ведь каждый из нас думает об этом, да? Отчасти, наверное, думает. Это философия, о ней мы в том числе сегодня тоже поговорим. Спасибо большое. Я думаю, что вы сегодня услышите много и увидите в том числе, как в Дубае можно будет оплатить крипту за машину или квартиру. Все еще впереди. Мы обязательно постараемся вам это рассказать и вы вживую все это увидите. А следующему спикеру, Игорь, я бы хотел дать слово. Спасибо. В первую очередь спасибо за приглашение. Это, наверное, первый случай, когда нашу команду приглашает куда-то клиент, так что нам безумно приятно. Я представляю команду маркетмейкеров, то есть это вся активность, которая происходит на биржах. Сейчас мы ведем у Плекса шесть бирж. И, наверное, самое интересное, это то, что мы видели постепенное развитие проекта, как происходила эволюция от одной биржи, открывались новые пары, росла ликвидность, приходили пользователи. И самое главное, что мы видим, это огромную положительную реакцию комьюнити на этот проект. И это дает веру в то, что он будет расти еще больше. Спасибо. Это в первую очередь говорит о том, что люди реально стали разбираться, потому что еще полгода назад люди не понимали, куда они инвестируют, и в каких-то проектах они участвуют. А сейчас вы настолько подкованы, вам настолько все разжевали, объяснили, что вы реально стали разбираться во всех бизнес-процессах, которые происходят. Это очень круто видеть со стороны. Спасибо вам огромное. Михаил Луна. Добрый день всем. Спасибо огромное организациям за приглашение на столь замечательное мероприятие. Все здесь собравшиеся, так или иначе, связанные с криптовалютой, связанные с блокчейн, технологией. Наша компания, компания Zinc, являющаяся партнером компании Mindlex, обеспечивает нечто другое, нечто отличное от самой идеи блокчейна, но без чего тоже крайне сложно прожить. Мы создаем продукт, который позволяет использовать блокчейн, технологии использовать Plex, как валюту в реальной обычной жизни. Мы осуществляем payment-сервис для компании Mindlex, и я надеюсь, что сегодня мы сможем подписать Termship с компанией Mindlex и приступить к реализации проекта, который позволит использовать Plex в реальной жизни, тратить взятную валюту, при этом расплачиваясь за нее Plex. Это будет, я думаю, что поворотным и достаточно серьезным шагом в развитии технологии, в юзабилити этой истории, в том, чтобы каждый клиент мог с уверенностью и спокойно использовать те средства, которые у него находятся в криптокошельках. Я надеюсь, что этот проект принесет колоссальный успех для всех его участников. Я очень надеюсь, что вся команда, все клиенты, все партнеры компании Mindlex в этом помогут, и мы добьемся вместе огромных успехов. Спасибо. Мы все уже на ней увидимся. А сейчас мы дадим слово нашему гостю, спикеру Рико, about DeFi, about what you think about maybe banking system in DeFi, how it works, maybe yourself. So, I think the banking system has been changing compared to 10, 20 years ago. And in different countries, the trans, well, we call it transformation into digital financial world is going on. and in many countries globally, especially central banks, are taking this very seriously. And they are still studying on how to make this more cheaper for people to transact, more faster and more efficient. So, I think that's where most of these payment systems and so-called neobank is going to focus on their technology development and making it more convenient and cheaper to transfer. However, as the globalisation is happening, people are very, very mobile and people travel around the world. The currency issues is getting more severe as most of us are all, you know, packed to a superpower in the world, US dollar. So, that is one of the changes that will happen in the next 10 to 20 years. We'll see that the reliance on the US dollar will drop significantly. And that's already happening over the last few years as we all observe. more and more companies are changing their hedge on the currency to other cryptocurrencies such as the Bitcoin. And that is happening and which is why we see the increase of value on Bitcoin over the years. Similarly, over last year over the pandemic, more and more companies saw that the more they packed their value with US dollar, they're actually losing value. Inflation is significant and which is why some of the companies in the United States has hashed against Bitcoin and more and more governments are going to integrate their payment gateway solutions with Bitcoin. And that will change how the other cryptocurrency and ecosystem develop over the years. More and more people will be transacting and purchasing using cryptocurrencies. So, more and more technologies that will be implemented and doing more transparency. I can transacting to Andre directly. Even though he may be in St. Petersburg, I'm in Malaysia or we are in Dubai. We may not be using the home to transacting anymore. But, having said that, there's a lot of work that needs to be done. There's a huge potential of growth waiting for us. and I'm sure we are all in this journey together and sharing, you know, collaborating intelligence, knowledge and integrating all our technologies. So, most of the technologies that we invest in are actually proprietary and also open to be used by many people and integration. and I'm sure this is something that everyone is very excited about. For the future of the banking, I would say that we are very optimized about it. Ultimately, there has to be a balance between how much information is being kept by the banks and how much information should be kept private by ourselves. Everyone should have assessed and controlled what those data are. Eventually, if this is going to be your own transaction details, you need to control that privacy yourself. So, looking at the philosophy and how we visualize the future, the sovereign rights and your own financial freedom should be in your own hands. So, that's where we should be lobbying for and working towards too. Thank you. Thank you, Rico. I'm going to again, I'm going to take a, what I think might be a slightly controversial position. When it comes to the future of banking and crypto and the role of DeFi and this and the role of the national economies, we have a fantastically interesting situation where we have several developments with a great deal of force behind each of them that are borrowing and learning from each other, but are not necessarily complementary so what I mean, what I mean by that, the future of banking is obviously one of the topics here, but I question whether banks as they are now have a future at all. There's this expression which is, you know, your Bitcoin wallet or your crypto wallet is now in your bank account. Why keep your funds in a bank period? with the growth of different DeFi protocols, why do you need to have a bank to aggregate capital in order to make loans? Can't that just be all done on-chain? I'm seeing a world, and I'm not necessarily advocating for this, I'm not saying that this is where things should go, but there's an open question in my mind about whether we need traditional banks going forward. Now, obviously these are powerful and to a certain extent that are government regulated and government backed. So they have societal momentum behind them. But the interesting thing about blockchain and crypto and technologies is that they form an insurgency or a guerrilla war against existing systems and they're very hard to shut down, very hard to make go away. I don't think even all the governments working together now can stop Bitcoin. And I kind of smile at myself when I hear about China banning crypto transactions for what was the 20th time or something I mean you know keep trying buddies at this point I think I'll bet on crypto and on Bitcoin so I'm personally curious I have an open mind to what the future will be but I'm curious whether banks will themselves become decentralized finance institutions or whether they can adopt enough of what's going on with DeFi and morph it to something new that they can continue and behind this we have the question about does fiat currency still have a function or a use I mean Rico you mentioned the US dollar losing value over time and that's been happening for a long time but it's obviously accelerating very rapidly now just because the US is printing so much money but you can look at the debt crisis in China which is exploding where was that real estate company is I forget the name of it probably know what's the real estate there's some real estate company that's about to default to $300 billion I think Evergrande yes I guess if all the governments in the world were sort of unified together taking a stand against crypto it might work but these governments are in active competition with each other and they're selectively borrowing from crypto and blockchain they're from central bank digital currencies from their own competitive models I think it's a fantastically interesting where we have forces that are massive forces that are once opposed to each other borrowing from each other and collaborating together at times so interesting topic here interesting panel and thank you 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 you what in the next two years in Russia that will appear to crypto when they они его примут, но это тоже не раньше 23 года. Поэтому у нас есть в запасе полтора-два года подготовиться, сделать все продукты, которые мы хотим, получить лицензии, все отрубы, набить мышцы, натренироваться и к 23, начало 24 года уже реально выйти против больших бомбанковской системы, против больших игроков. И это, я думаю, что будет симбиоз определенный, потому что рано или поздно все равно все банки превратятся в определенные необанки, иначе они просто умрут в ближайшие 10 лет. Банков старых классических фактически не будет, потому что все мы знаем, что содержать, например, аксилы большие в Швейцарии, ты еще должен доплачивать деньги, чтобы они держали на счету твои деньги. И поэтому в Майндриксе постоянно получается этот ход, а в старой банковской системе, наоборот, твои деньги еще стригут каждый год минуса, то есть ты должен доплачивать за то, что твои деньги лежат там. Вот поэтому я считаю, что вся старая банковская система, она просто кто-то умрет, либо появятся такие, как мы. Те, кто первые, конечно же, они захватят рынок. Поэтому мы на максимальном скоростях пытаемся все сделать. Вот понятно, что есть какие-то так минимальные где-то там ошибки по грейке, но мы, по крайней мере, идем вперед и делаем то, что другие боятся делать. Сейчас уже, да, криптовалюта зашла в нашу жизнь, и, кстати, большое количество сделок в недвижимости, особенно крупных, да, там больше миллиона долларов, происходит между покупателем и продавцом в криптовалюте. То есть ценник, я так понимаю, что просто занижается. Я могу только сказать, как в Питере там это делают, а в Москве мне рассказывали, что точно такие же сделки происходят, занижается цена, и между покупателем и продавцом происходит сделка в криптовалюте. Я, кстати, так купил машину себе за битки. Это тогда, как оказалось, там какая-то безумная стоимость в количестве битков, лет 4-5 назад. Но для меня там эта машина много значила, в любом случае. Но я очень жалею, что рассчитывался тогда именно в битках. Потому что сейчас, конечно, эта машина реально золотая, целиком и полностью. Но вот эти первые случаи, да, потери крипты битка в нашей жизни зато дали большой толчок в будущее. Ты этим это ценишь, этим дорожишь. Я вот, кстати, безумно удивлялся первые 3 месяца, когда смотрел, что все вы холдеры, что вы до определенного момента выхолдинга содержали вообще. Никто ничего не продает. То есть хочется купить. Мы бы у вас все купили, как фонд. Реально частями, но вы не продаете. Вы не самые лучшие для нас инвесторы с точки зрения фонда, но очень верные и надежные инвесторы с точки зрения компании Майндрикс. Поэтому я вообще не перестаю вами всеми удивляться. Вы действительно то ли разбираетесь в этом, то ли верите. Но я вам могу сказать, когда такая вера есть, есть будущее. Поэтому спасибо вам огромное. Я хотел организационно уточнить. Мы тут говорим на русском и на английском, а гостям do you need a translator? Do you need a translator? Да, да, да. Просто чтобы у нас подразумевать, я понимаю, в том числе формат дискуссии, да, и мы сейчас будем в том числе разогревать не только ваш мозг, что хотелось бы, конечно, но и мозг друг друга. Окей? Вот смотрите, амбиция, которая здесь была оглушена, амбиция трансформации банковского сектора, она, с одной стороны, всем очевидна, что это назрело. Но каждый из вас, наверное, понимает, что если мы посмотрим на последние две с лишним тысячи лет, то каждый раз смена инструмента хозяйствования сопровождалась внедрением новой парадигмы, да? То есть иудаизм и христианство – это банковский сектор базовый, да? Это тот самый, там, чуть позже появившийся Мальтийский орден, который сопровождал охрану, да, этого банка. Чуть позже, да, там, ну, появление исламского банкинга – это новая парадигма, которая тоже внедрилась, и она говорила о том, что банки не должны давать проценты, да? И это новая история. Сегодня, если мы говорим о вот этой, о этом качестве жизни, который вы уже соприкоснулись, почувствовали, да, в том числе, который демонстрирует Майнплекс, то мы, в том числе, должны говорить о том, а как изменится жизнь. Здесь вопрос к вам. Мне кажется, к вам и к нам всем. У вас к компании Майнплекс есть только запрос на новое качество жизни в плане финансов, или у вас есть запрос на изменение вообще некой философии жизни? То есть, что это? Это просто бизнес, или это некое новое парадигма мышления? Это не форти. Это сверенее! Мышление. Если это новое парадигма мышления, то какая она? Но чего вы хотите от жизни? Свободы! Свободная! Какой? Что это за запрос, да? Как вы его формируете? А давайте тогда, может быть, у кого есть такой вопрос, прям пусть поднимут ручки, и я подойду с микрофоном. Сразу никого. Это слепая зона. Но я считаю, что сегодня это слепая зона. Кстати, да, если у кого-то есть такой запрос, сформулируйте его. Ведь для этого мы в том числе и собрались. С одной стороны, это день рождения, с другой стороны, это пожелание. Вот так, вижу. Прошу. Прошу. Здравствуйте. Андрей, Андрей. В проекте с 16 апреля. Вы затронули тему такую. Любовь возникает тогда, когда закрыты еще и базовые потребности, когда голова не болеет. Поэтому, наверное, это комплексный подход. Любовь приходит, значит, с годами. Она становится либо больше, либо человек разбегается. Поэтому, наверное, через то, что делает компания, а пока она удовлетворяет все запросы, любовь становится все больше и больше. И ты приводишь уже своих партнеров. Вот, наверное, и так. Ну и политически грамотный ответ. Спасибо всем, кто тащит этот груз. Воспользуюсь этим, это Александру Масильеву. Алексею вообще большое-большое спасибо, что он отстоял всю структуру сделать. Да, Ермилову. Ну и Володя Родинка, которая там сидит на себе тащит вот эти все технические моменты. Поэтому сказать, что я их люблю, наверное, нет. Я женщин люблю. У меня нормальная ситуация. Все, спасибо. Александр. Спасибо огромное. Есть у нас еще один желающий. Не сказаться прошу. Пожалуйста. Да, танканал Владимир, город Павасимпирск. Мои ожидания от будущего и почему, наверное, я здесь, то, что делает компания, я вижу, что это тоже к этому будущее способствует. Вот это мир без границ, это движение передвижения без границ, это делать деньги и круглые сутки и по всему миру. Находиться там, где я хочу в тот момент, когда я хочу. Прекрасные слова. Записать вот эту афирмацию. Спасибо. Бодисменты, друзья. Великолепно. Есть еще? Замечательно. Прошу. Здравствуйте. Сроджи, ты меня зовут. Я вообще-то хочу делать такое задание. Я хочу от компании, самое главное, не от компании, от этого проекта, от этого все. Безопасность, независимость. Это самая надежность. Это самые нужные, я думаю, вещи. Безопасность. Мы собрались сюда, чтобы наши вложения, наши активы были безопасные. и самые надежные. Поэтому мы выбрали Майплекс Майкей. Правильно? Спасибо. Благодарю. Желающих много уже. Теперь все, не остановись. Хорошо. Буквально, давайте несколько человек, а потом я вновь предоставлю. Я дойду к вам. Обидел. Хорошо. Всем добрый день. Меня зовут Алла из Германии. Почему я выбрала этот продукт, криптоиндустрия? Потому что независим полностью и финансы всегда у нас при себе. Ну, спасибо. Я очень благодарю Александра Масидикова, когда мы встретились, я сразу выбрала Майплекс Банк. Благодарю. Господа, сейчас вот Александр Ольга засмущался вашим всем комплиентам. Я же тебе буду. На. Прошу. Кто? Я. Да. Всем добрый вечер. Зовут меня Леся Забылицкая. Сибирь. Мощный мой регион. Да, понятно, свобода. Да, понятно, независимость. Но я хочу сказать правду. Нам всем нравится быть нужными. Нам всем нравится эта возможность говорить как можно правильно с моей точки зрения, с точки зрения безопасности, с точки зрения независимости жизни. Мне, такое идет слово, кайфово, понимаете, от того, что ко мне идут люди и говорят, а как так можно? Моя задача просто об этом рассказать. Поэтому то, что я получаю от этого проекта, это нужность. Я нужна людям. Безусловно, от этого я испытываю окреляющие эмоции. Ну, вот такое мнение. Браво. Спасибо. Спасибо. Давайте перейдем обратно, может быть, сюда, к сцене или еще одно. Один давайте, к сцене. И у нас будет еще много раз возможность высказаться, поэтому не переживайте. Все успеют. Добрый день, Евгений Белоруссинск. Самое большое, что дало попание нам, это создание вокруг себя комьюнити осознанных людей, умных, бизнесменов и возможность дальнейшей коммуникации и работы с ними. Ведь только окружение влияет на нашу жизнь и на наше качество жизни и максимально быстро это делать. Спасибо компании Майнплексбаркен. Ваш продукт даже действительно рассказывать. А очень горжусь тем, что мы делаем. Спасибо большое. Возможно, они будут искать инструменты интеграции, если хватит ума. Но во многом нужна защита проекта. И защита проекта это не только Мальтийский орден, это некая философия. Если будут люди, которые, вот вы же скоро закроете свои потребности базовые, скоро наступит этот момент, когда вы поймете, что вы уже в себе это несете. Все, у вас этот минус, он уже плюс. А дальше что? И вы начинаете уже тогда быть не просто человеком, который вовлекает, а вы должны быть тем человеком, кто несет философию, которая интересна окружающим людям. Или нет? Если она интересна, то значит вас поддерживает большинство. Это уже становится, ну как, если так можно сказать, электорат. Это становятся люди, которые чувствуют от вас интерес к жизни. Они меняют свою архитектуру. Что вы им будете говорить через год? Я закрыл путь, как я? Какое качество жизни вы им будете показывать? Вот если это качество будет высокого уровня, то банки начнут адаптироваться. Потому что сейчас, ну понятно, ипотека и прочее, это не то качество жизни. Это сложный момент. Но вопрос еще и к тем, кто здесь сидит, и я бы хотел его адресовать. А какие столпы есть технического характера? Какие столпы есть, говорящие о том, что проект реально безопасный и отличается от других? Вот вы бы могли аргументировать людям здесь присутствующим, что это уникальный проект с точки зрения этих столбов базы? Ну, наверное, вот отвечая на вопрос Михаила, какие столпы являются показателем надежности проекта? Для меня, наверное, это в первую очередь то, так сказать, движение комьюнити, которое туда пошло изначально. То есть у нас в компании сейчас ведется более 90 проектов. К сожалению, не во всех проектах такое сильное сообщество. Но когда видишь, что в проект по-настоящему верят, потому что на основе качественного продукта, на основе хорошей репутации и с каждым днем все больше и больше приходит людей, то понимаешь, что этот проект, он по-настоящему из себя что-то представляет и по-настоящему ценен людям. Наверное, это если не с технической точки зрения, это показатель надежности проекта, то есть доверия людей. Да, здесь в первую очередь, если вы технически понимаете, наличие собственного блокчейна, это уже такая звездочка сразу же. Из пяти, из пяти звезд. Когда мы показали, что Александр с командой сделал, когда мы показали Тезису, это было там в мае месяце, они, мягко говоря, прибалдели. И мы ведем с ними диалог постоянно, в ближайшее время у нас там будут встречи с Тезисом, то есть они хотят с нами работать, им интересно, как партнеры. И то есть технически блокчейн, проект, продукт сделаны, но очень круто. никто даже обычно не заморачивается, просто делают форки чего-либо. А как правило, проекты вообще не имеют ничего за собой. Ни смарт-контракта, ни блокчейна вообще. Здесь есть просто все карты, полностью вся колода, с которой вы можете садиться там против любого игрока профессионального, грубо говоря, играть в покер. то есть вам зарядили всю колоду. Дальше уже умение вас, как игрока, играть в эту игру. Поэтому я думаю, что обязательно все получится при правильном раскладе карт. Так что терзайте. Михаил Знаете, много говорили здесь о том, что банки постепенно сдаются и банки будут реформироваться. Я хочу вообще вернуться к самому началу всей этой дискуссии о том, а что же будет из себя представлять банки в ближайшем будущем. Очевидно, что мы начали с того, что когда-то древний человек ехал на лошади из одного села в другое и у него на поясе был мешок с золотом. И именно это было его богатство. Оно все помещалось в его небольшой мешочек, который он вез на себе. Дальше он на это покупал необходимые себе продукты, он покупал скот, он использовал эти деньги в реальном обороте. А что произошло дальше? Дальше появились банки и они узурпировали право на хранение наших денег. То есть фактически что произошло? Банки нам сегодня говорят, что ваши деньги мы берем. А скажите, пожалуйста, кого-нибудь спросил банк, а куда он эти деньги размещает? Вот у всех наверняка есть счета в обычных хайстрит банках и все там хранят какие-то остатки. скажите, а кто-нибудь спросил, а куда банк девает эти деньги? И какое он имеет право зарабатывать на ваших деньгах свою прибыль, не интересуясь у вас, хотите ли вы взять те или иные риски, готовы ли вы на это? Вас никто не спрашивает, вас принудили держать деньги в неких абстрактных финансовых институтах, которые узурпировали право владения вашими деньгами. И говоря вообще о блокчейн технологии, о криптовалютах и о Майнтрексе как о великолепном примере использования криптовалют, я хочу сказать, что мы вернулись ровно туда, откуда мы стартанули, мы вернулись к тем людям, которые носили с собой свой кошелек. И сегодня это наш с вами болит Майнтрекс, вы его носите с собой, вы никому не обязаны доверять свои деньги. И тогда вопрос, а для чего будут нужны банки? Они останутся, я вас уверяю, и останутся фиатные деньги, конечно, и конечно будет всегда некий баланс между фиатными и криптоактивами, но что должно уйти, должен уйти диктат со стороны коммерческих организаций в адрес всего населения планеты. Вот этот диктат должен уйти, и вот именно тогда банки будут поражены. И новые технологии нео-банки, крипто технологии, блокчейн, тогда он победит. Это будет действительно великая победа, когда банк к вам придет и спросит, а можно мне вас одолжить ваш плекс для того, чтобы я его разместил в такие-то проекты? А вы будете ему говорить, да, я хочу это сделать или не хочу это сделать, но тогда это будет справедливо, справедливо по отношению к каждому из вас, справедливо по отношению к всему населению планеты, потому что никто не имеет права узурпировать чужие, чужое богатство, чужие активы. А когда банки разоряются и люди не получают свои деньги, кто-то спросил у людей, которые оставили свои остатки, куда их вложить, и кто не спросил. Нас забыли об этом спросить. И вот именно эта несправедливость как раз является тем самым запросом и той идеологией, которая движет людьми в криптоактивы, в блокчейн-технологии. Мы все говорили о свободе. И это действительно свобода. Свобода от диктата, свобода от излишнего регулирования, свобода от сложных процедур открытия счета, ведения счета, свобода от неправомерных действий по банкиров, по закрытию вам счетов. Вот от этого мы пытаемся уйти все дружно. Именно это я считаю, когда это произойдет все, то это будет действительно великая победа, это будет другой мир совершенно с другими подходами с точки зрения управления, владения и любых платежей между людьми. Спасибо. Михаил Амур, с другой стороны вопрос. Есть риск того, что на определенном этапе развития всей этой криптовалютной истории банки не перехватит и не узурпирует этот инструмент? Какие гарантии? А как возможно узурпировать? Каждый из вас хранит свой собственный кошелек, хранит там деньги. Мы вернулись к Казаму. Мы тот самый кошелечек, тот самый узелочек, который мы храним у себя, оно теперь опять с нами. Все вернулся к тому, с чем мы начали. Мы взяли свой маленький кошелечек и в него положили все свое золото и дальше с ним путешествуем по миру. Как можно узурпировать? Ну вот взять и остраивать банки истории. Как? Интернет? Ну я увидел, что нет. Это не может быть. So, it may have been a language thing. You and I were actually sort of saying the same thing, which is, I, this whole discussion about the future of banking is premised on the idea that there is a future for banking. I'm not entirely convinced that there's a future for banking. the whole idea behind your bank account as you were referencing is that it's the safe place to keep your money because it's physically dangerous and difficult to hold on to all your assets or your monetary assets. You can't store them safely under your mattress. You can't give them to your cousin. You can't do much things with them. You have to give it to some sort of centralized institution. You have to give it to and don't get returned. You can't have a bank run. Banks are heavily government regulated and governments do not always use their powers wisely as we've seen in Cyprus and other places. Banks were a good solution given the tools that we had available at the time. But now in 2021 we have new tools. The technology is things do change over time. I mean things change. It's one thing you can get rid of polio if you have the vaccine. You can get rid of banks if you have defi. I'm not saying banks are polio but they were a necessary evil or necessary mechanism that is kind of gone now. With a crypto wallet you can securely hold on to your monetary value and not have a place in its institution. So what's the point of a bank now? The bank really serve two functions traditionally or three it's a safe place to keep your assets and your money well that does not handle up like crypto wallets. The second thing is a way to aggregate capital so you can make loans to your point but now again decentralized finance is allowing you to do that without going through a bank. There's lots of investment DAOs decentralized autonomous organizations where you can take your crypto you sort of quasi lend it but not totally lose control put it into this online institution and make returns on it. You can see this with Aave you can see this with compound you can see this with more sophisticated mechanisms that are online. The third function of a bank more recently was to allow fractional reserve banking in other words it was a tool for the governments of the world to expand or contract the rate of economic growth and control inflation well again if you have a currency like bitcoin governments ultimately may not be in charge of monetary policy anymore that may be simply a function of an algorithm so I guess again chance the fundamental premise does banking have a future in any form long term and to your point I think it was banks yes banks are banks and governments have incentives to fight against crypto they have to kind of play along with it now because there's a lot of money made there and the world is going that direction but it fundamentally takes power away from them banks and governments lose power as crypto expands so it's natural now they understand the threat they're under and they're going to be resistant but you know what I think it's too late I think that's a good thing thanks so I think the fact is the world called before when their global leaders realized they lost the battle to bitcoin that's the fact so their solution to that is to create their own CBDC central bank into the currency to try to combat against bitcoin every country almost every country is going that some implement to them and even roll out their own CBDC and still it's not going to solve the problem they are just trying to digitize their paper money to become a digital number you know so that is not going to change the way people look at the value of their currency why do we use currency it's because of the trust on this currency and because the current old financial system is trusting the company that prints the money say for incident the federal reserve in the United States is being printed by a private company all the United dollars notes is printed by a private company on behalf of the federal government that trust is reducing I'm saying that look we still need to use bank but it's reducing the use of it and eventually one day we might say screw the bank no more bank accounts just use any wallet you like that I like you like your choice it's your freedom to choose which wallet you feel like using for your own convenience sake we are in a transition to us that we don't know how long it's going to take it could be next two years next five years if Bitcoin is going to gain momentum and more trust of the whole world and do it we trust that the Bitcoin price will soar up to $1 million per Bitcoin eventually because it's been designed to be able to reach that price and use to transact as a store of value however such a big country in order to support frequency trading on the blockchain is what the challenge is that we are all facing the scalability of the blockchain is a big issue right yes we can transact say 20 million transactions on one second on the blockchain it's not possible now right which is why there are still infrastructure in place to do centralization to solve that problem for now but until then one day when blockchain whether it's supercomputer or architecture that's going to be so fast that you can transact high volume then yes that's when you can throw away the bank account and use the border which is digital app so I think we are moving towards that but again to answer your question of their own it's about trust and belief in that system in place and that system is devaluating us every time they 3. US dollar the whole world currency is being inflated without us realizing it and we are taking granted on this fact it's happening every time you print trillions of dollars all our currency around the world whether i'm malaysia everywhere our currency is being deflated by them and it's not happening in the cryptocurrency it's not happening in the bitcoin space and this is why there are more people who believe transfer the belief into bitcoin as a store value and for the future i think that's where i believe that the future banking solution is going to they will be coming up more convenient and faster transaction solutions and people would use it for everyday usage may not be bitcoin wallet it could be some other currencies some other tokens and some as can be used to do something i want to do with it i can use it to buy groceries i can use it to do investments so on so forth and it's just a tool and I view blockchain as technology I view cryptography as algorithm for incursions and I think the next thing we all talk about is about our own privacy how much wealth do we have do want people to know because if you put everything into your blockchain and people realize that that is your wallet let's say andre transfer one transaction to me and that's andre's wallet I save it and we actually see how much andre saved in that particular wallet right so again it's about management it's about how we manage our own wallet how do we protect our privacy and yes we can still use a bank account for certain purposes you still can leverage on the current old financial system or mortgages sorry we got minutes to you why can't mortgages can you name a single financial product that can't be moved on chain yes there is quite a few of them we all know that but how many people actually use it well that's like saying no one use the polio vaccine until it's available okay now it's becoming available so I don't know I'm not sure you going answer the question how can't be moved to on chain is there anything that can't be moved on chain everything can move on chain but it's a process of adoption it's a process of education and the balance we need to create for the whole world's population and don't forget we still have 1.7 billion people unbanked which has no access to bank account globally so what about them you know so rather than transition from unbank start straight away with a wallet without even banking experience right that is even and they are very lucky for us we still need to change our mindset to stop using normal fiat so the joke we have nowadays are you still fiatting? thank you thank you thank you so much thank you so you thank you guys I you do help not to . I don't want to that I do want to let Впереди будет очень много интересного и самое главное, что мы вместе с вами будем принимать участие в развитии Майнблекса и в развитии тем самым всей банковской экосистемы в мире. Это будет увлекательное зрелище и путешествие, я вам это обещаю. Спасибо Александру за то, что взял нас всех на свой корабль и дал возможность на нем пойти в большое путешествие. Спасибо большое, Саша. Сегодня все его благодарят, мы рядышком, как всегда. Какого-то иначе, да? Наверное, сегодня Саша просто наслушается полезных слов на год вперед. На год вперед. Я не схватил ему этот год для усиления, понимания того, что делаю это правильное дело. Смотрите, вопрос еще такого характера, да, и опять же, как мне кажется, это опять вопрос в зал, но и вопрос к нам. Вот было сказано, да, насчет доверия, да, trust and leave, доверия и веры. Вот с точки зрения длинного пути доверие формируется примерно 5 лет. То есть 5 лет достаточно для того, чтобы начать человеку доверять. Вы его проверяете. Проверяете, проверяете, проверяете. В какой-то момент вы принимаете решение. Доверяем. Примерно 25-50 лет уходит на то, чтобы человек начал верить. Это поколение. Это смена поколений. То есть если мы войдем в некую систему, через 25-50 лет появится вера в продукт. Но и тут и другой, ну для кого-то, да, есть те, кто живут в более коротких циклах, кто-то начнет это делать раньше. И тут и другой продукт все равно должен сопровождаться не только материальной сферой, но и образованием. Вот у меня вопрос, опять же, в зал. Есть ли у вас запрос компании Mindlex, какие образовательные продукты вам нужны? То есть есть ли какой-то запрос на новые знания, опять же, не только про материальную историю, да, а новые знания, которые вы бы хотели, чтобы компания генерировала, чтобы она предоставляла вам для того, чтобы вы понимали, что происходит. Я самый простой пример приведу, прежде чем, опять же, попросить, да, там, по поднятой руке что-то ответить нам в ответ. Когда была индустриализация, был ликбез, массовый ликбез, вы помните, да? Людей учили читать, писать и так далее, для того, чтобы они могли просто не совершать базовых ошибок на производстве. Вот сейчас в компании какие знания вам нужны для того, чтобы быть устойчивыми на этом рубеже, который нам предстоит? Если есть что сказать, прошу, да? А есть, это может дать, либо я могу сам передать утрома. Друзья, всем привет, всем здрасте, я очень надеюсь, вы меня рады видеть. Можно перед тем, как ответить на твой вопрос, я скажу про дух времени. В 2013-м абсолютно было там более 4 миллионов просмотров фильма Питера Джозефа, The Cycles Movement, это был дух времени. И, наверное, вы видели тот момент, вот, когда деньги банков шевелялись им обратно. Вот, друзья, у вас есть этот момент, для того, чтобы банки куда-то, наконец-то, сгинули, им надо прекратить пользоваться. Просто игнорировать. Просто get rid of fiat at all. Вот, прям специально на английском, что приводите позже. По поводу твоего вопроса, я думаю, что мы все тут отчасти являемся учителями или филейнами, или теми людьми, которые показывают, как пользоваться. Но я думаю, что немножечко есть лукавство в этом деле. С одной стороны, ты тратишь время для того, чтобы показать, для того, чтобы рассказать, для того, чтобы, знаешь, пальчиком ткнуть в правильное место, а человек идет и делает все по-стару. Я думаю, что перед тем, как начать кого-то учить, надо хотя бы у него спросить, насколько ему это нужно. И когда ты чему-то научил, попросить, чтобы он начал пользоваться. И поверьте мне, когда хотя бы 10% наших денег мы начнем пользоваться, с целью нашим тратить плексов, эта экономика не то, что будет нам расцветать. Банки сами будут приходить и скупать плексы для того, чтобы их народ хоть чем-то пользовался. Я хочу поздравить Сашу, где он, вон он сидит, Саша. Дорогой, с днем рождения нас. Мы были с первой секунды с тобой. Это безумно приятно и мне лично. Я думаю, все те, кто присоединились, будут уже под нами. Спасибо огромное. Благодарю. Вопросы, да, есть какие-то в залы. У вас есть уникальные возможности. Есть у нас активный мужчина сегодня. Андрей, из Дали. Прошу. Ну а как по-другому? Кто кроме нас? Да, да, да. Сказать, о чем мы спросили, я вам скажу так. Очень хорошо, тебя опекают с самого начала. Вот перед вами ребенок, которому 6 месяцев. 6 месяцев. И с самого начала информационный поток всегда был достаточно для того, чтобы ты потихоньку в полигонку входил в проект. Это твои старшие товарищи, которые зашли раньше. Это большое спасибо опять Алексею, Александре, Анастасии и многим-многим. Да и во все-все, кто здесь сидит, всегда пообщаюсь. Это первое. Это начальная стадия. А потом начинается самообразование. Конкретно про меня. У меня в жизни-то все супер-пупер. Естественно. Но это другая стадия. Опять начал. Получается, когда ты хочешь учить, у него всегда все супер-пупер. Пошел специально просто. Это не то. Это как раз то, что... Человек-муравей. Да, да, да. Она в зачастом состоянии, она тебя обучает. Это нужно, вы правильно затронули тему. Но если дальше идти, вы затронули перед этим футуру. Что завтра будет? Надо сделать не воевать. Война всегда это в потере. Понимаете? Это кровь, слезы, сопли. А надо дружить. Надо сделать так продукт, чтобы он должен был и государством, и банком. И тогда выиграют все. Вроде здесь говорят о психологии вин-вин. И получается, вот что нужно делать. И еще одно пожелание. Вот так мысли в голову какую-то. Нужно сделать третий токинг в Майнплекс. Один это станок для производства денег. Второй Плекс это для того, чтобы инвестировать, чтобы это росло. А третий, чтобы тратить. Вы вот там, товарищ Андрей, да? Сказал, что он машину покупал. И сегодня эта машина стоит гораздо дороже. Ну, получается, нужно что-то более стабильное придумать. Отдельно там, ну, не знаю, мамасидиков, например. Мамасиди, да? Ну, условно, да? Токинг мамасиди. Поэтому обучение фундаментальное, 100%. Фундаментальное, абсолютно согласен. Это нужно делать всегда. Окей? И толкать. И потихонечку рожать среди присутствующих лидеров, которые этим и занимаются. Все. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю. Еще есть? Еще? Прошу. Кто? Мне не изнародного такого выразить по поводу обучения. Чего не хватает? Основной массе – страхи. Страх перед чем-то новым. И в связи с этим хотелось бы, чтобы наше сообщество, раз мы несем философию, я, моя команда, мы все вместе, доносили до людей как-то вот так пульсатизированно, как с ребенком. Как мы учим его ходить, говорить, читать, и все больше и больше с каждым классом мы погружаем информацию. Вот самые низы, самые азы, вот эти вот вещи, масса хочет, но боится. Как-то прямо курс какой-то такой доступный прямо выложить, погружать более углубленные, потом знания давать, внедрять. Может быть, как раз отдельные умы, они вот какие-то на свои инновационные идеи будут добавлять, и мы будем внедрять и отъединять наше сообщество для отъединения. Вот именно прям поэтапно, поэтапно, поэтапно все относить. То сообщество, которое у нас есть, вот та среда, которая комьюнити, оно настолько великолепно, что вот я в комьюнити с января месяца погрузился сюда и не хочу от этого уходить. Вот наша задача, мы все как раз обмечем расположить вот те, той добротой, той надежностью, это одно дело, вот другое дело, как раз дать послойные эти знания. Боятся люди что-то нового, но когда им дать раноёшку вкусно-вкусно, начинает аппетит рождать, и они несут массы. А сейчас вот мы зарождаем это движение, оно настолько прекрасно, широко, но хочется его ещё больше в массе дать. Вот прям дозированное. Спасибо. Чуть-чуть, да. Ребята, можно аплодисменты этому человеку, потому что флаг, комплексный и брус в этом году хотел именно Амаяк по танцам. Хотя Амаяк это Сочи, Сочи. Абсолютно были с третьей попытки. Красавчик. Нет, ну про попытки мог не говорить. С первого раза. Всем добрый день, меня зовут Мария. Я бы хотела добавить, наверное, в слова, к предложению Амаяка свои идеи. Они заключаются в том, что мне, как партнёру структуры, хотелось бы для наших новичков внедрить какую-то систему обучения в, не знаю, с точки зрения, может быть, какой-то геймификации. То есть, чтобы это было через мультяшки, через какие-то видео, которые будут смотреться легко, там, 3-5 минут, но через вот такую систему мультиков, может быть, какую-то внедрять юмор туда, делать какие-то тестирования, допустим, чтобы их проходя человек мог обучаться. А дальше система, например, могла, ну, не может человек опустить дальше. Не знаю, я сейчас, возможно, не сказала ничего нового, и, может быть, такие идеи у вас уже возникали, но это было бы, на мой взгляд, очень интересно и здорово. Не знаю, как-то понятно ли я сейчас объяснила, но мне лично кажется, что вот в нашем поколении как раз-таки серьезные какие-то методики обучения не сильно подходят. А короткие, забавные, через, ну, опять же повторюсь, геймификацию, было бы здорово обучать свою структуру. Вот, такое добавление. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Мария только что сообщила про новичков, да, что не хватает. Вот мне как, ну, здесь в зале сегодня продвинутые пользователи, да, которые очень хорошо знают, что такое Майнплекс проект. Я, конечно же, хотела и желаю как можно быстрее это интегрировать в традиционный бизнес с токеном Плекс. Очень не хватает. Я 20 лет была в традиционном бизнесе до пандемии, да, и, соответственно, у меня крушение. Вы все сегодня получите. Да, да, вот, очень, 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 и для паркенплейса, Саш, очень, очень хотелось бы как можно быстрее интегрировать в традиционный бизнес предпринимателей и токен Плекс. Два часа и все будет. Вот. А от себя, да, как... То, что надо, что не будет. Все будет, вы правда сегодня все увидите, вот, от себя, как человека, занимающегося безопасностью, хотел добавить, может, знакомую для вас фразу, Сири Спасом, Парабеллом. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому, в первую очередь, все мы должны всегда сплоченно держать любой удар. Сила, как бы, кулака в его пальцах и в том, насколько команда сплоченная в тяжелые минуты, в тяжелые времена. Когда все хорошо, когда деньги есть, все, ну, всегда лучшие друзья, все отлично, братья и сестры. Вот. Поэтому нам, каждому из нас, да, нужно быть готовым к любой, как бы, атаке извне и держать любой удар, там, неважно, новостной, неважно, там, кто о нас что-то сказал или где-то, там, что-то, там, прокричал нам вслед, да. Ну, таких людей будет всегда очень много и желающих, как бы, нас, там, чуть-чуть подвинуть с рынка или еще что-то. Их тоже, я думаю, что в ближайшее время появится. Чем больше мы становимся, тем больше желающих нас есть. Вот, поэтому каждый должен быть готов к держать оборону, да, и себе спас вам пора было, ребят. Спасибо большое. Сибирь у нас хочет снова добавить, если не против, прошу. Да, да, да. Сибирь, мощь. Смотрите, какой момент. Дело в том, что проект MyFlex, люди вступают, независимо от времени года, времени суток. Соответственно, периодически, для того, чтобы постоянно происходит обновление, обновление нашей аудитории, уровень знаний у всех безусловно разный. Какое у меня предложение, Александр? Какое предложение? Проект действительно интеллектуальный, проект глубокий. Я предлагаю запускать в школу. Непосредственно, МИДИ-курс, который позволяет планово, когда у нас прописаны условия, мы понимаем, в какой последовательности, в каком объеме дать людям информацию, когда это со временем будет уже действительно отработанным навыком, людям будет возможность не только спокойно давать информацию, но и понятно, и в короткие сроки. Вот такое у меня предложение. Я не могу сказать, что этого не хватает, но этого очень хочется. Благодарю. Продолжим вопросы или вернемся к дискуссии? Андрей. Да, я думаю, что мы продолжим к дискуссии. Кому-то еще что-то есть, что добавить? Есть один стойкий, очень настойчивый, бегу к вам, ребята, прошу. Пожалуйста. Мы бы хотели узнать, юридическая защита какая будет, потому что вы сами знаете, в разных странах сейчас законы против крипты, против того, что блокировки той же самой карты, плюс отходов у вас доходы, обучение именно в этом направлении. Спасибо. Для обучения во всех направлениях, просто последовательно. Да, но мне кажется, я бы только хотел дать комментарий, касаемо вот фразы про доверие и пять лет. Мне кажется, вот в этой сфере все процессы, они ускорены, и ты привыкнешь через пять лет, а за это время уже появится что-то новое, и придется повторять это заново и заново. Вот, и как доказательство то, что сегодня мы на день рождения, и исполняется один год, и вот сколько людей, которые доверяют, и они все здесь. Соответственно, процесс идет быстрее. Так, как спикером еще, Михаил Нарико, да, Нарико, добавить это. Так, я думаю, что мы научились от других банков, о том, как они выглядят крипто-куррансии. Давайте посмотрим на China, потому что мы не имеем виноват в стране. Мы не имеем виноват в стране. для их交易, или вауэллет. Это было 5 лет, но это было 3 года. Судя, в конце или в конце, они начали уничтожить проблемы. Чинизм губернат или банк фрисоват их аккаунт за 18 месяцев, и они уникли за 18 месяцев. Их не было лишних консигентов, просто, что они сказали, что вы были виноваты. У меня нет правильности, но не было правильности. Вы не можете использовать банк аккаунт за 18 месяцев. So, это те вещи, которые sounds могут пропустить the драмы. Это то, что как вы думаете, люди, людям touteródлезрение на вашу кинокурута и так далее. И так, почему мой товарищ Промеркан сказал, что стоп издание банки, Но это динамо, потому что когда ты приходишь в Дуба, ты же еще нужно использовать где-то леч 59 миллионов банков. Ты же же не используешь никакого использования в этот день, это не так что даже есть. Это не было возможно, пока. Поэтому, да, мы хотим сделать это, но мы не можем сделать это ещё. Потому что проблема здесь есть, и как долго это застает? И все должны быть уничтожены, что мы должны сделать это, чтобы мы должны оценить это. И мы должны как-то начинать делать это, чтобы мы должны вместе с другом, и учитывать люди, что это, что мы должны сделать это. И для меня, я не знаю, что я перейду с помощью фиатра. и я пытаюсь использовать как много и криток или диджитал болот, где я транслячу. и я плачу зарплатить зарплаты для меня, я также занимаюсь к пытокам, но я занимаюсь себя role-моделем и не занимаюсь моим коем. Это как бизнес-моделем, это будет для себя, как работа, чтобы работа в социальных работах. So this is a process that you need to continue this sort of mindset and thinking slowly changes that something of yourself and the people around you. I talked about my own parents and my family as well, and how my parents started using crypto. My dad is 67 years old and retired, and I still remember one day when I taught him to use a smartphone. One lady to talk about kymification, that's very true. Я говорю о том, как я учил мой дед, как я играл на английском, на смартфоне. Потом я учил его на смартфоне, но я учил его на смартфоне. Он учил его на смартфоне, который бы следует учить, что он играл на смартфоне. То есть, если вы хотите уйти, например, пользоваться на валет или пейтинг, это дано. И, чтобы получить гипетфикацию и сделать это очень интересно. Никто на нижнем деду, который может быть обоим. Это процесс для классической кондиционер. Продолжение следует... Спасибо. Ну, я бы все-таки там, наверное, всех бы немножко предостерил как участие в подобных проектах, потому что всегда возникает один и единственный вопрос. А кто владеет эмиссией? Если эмиссии по-прежнему владеют национальные банки, то смысл в том, чтобы использовать их национальную токенизированную валюту, в общем, достаточно маленькие, потому что вы не контролируете инфляцию. Чем выгодно отличается в этом плане Майнфлекс, это, конечно, в том, что инфляцию контролирует алгоритм. И никто из присутствующих в зале, вообще никто в мире не может как-то повлиять на этот процесс. И, соответственно, ценность этих токенов, она будет всегда расти по отношению к фиатной валюте, потому что фиатная валюта непрерывно подвержена инфляции. Это процесс неизбежен для фиатной экономики, просто неизбежный процесс. Поэтому, соответственно, я считаю, что все эти попытки стать модными, национальные банки стать модными и вместо рубля или любой другой валюты выдать нам электронный аналог этого всего, Ну, мне кажется, это все-таки немножко такая история, такая фейковая, да, потому что, опять-таки, никто из нас с вами не знает, как и сколько будет имитировано данная валюта. Ну, что касается национальных валют и вообще токенизации национальных валют, мое мнение здесь вот такое. Да, что касается вопросов обучения, то я думаю, что люди, которые приходят в блокчейн-технологии, в криптовалюту, конечно, должны понимать, что они делают. Они должны понимать, куда они инвестируют деньги, они должны понимать, как это работает, хотя бы иметь какие-то базовые знания. Я думаю, что здесь была бы очень полезна история с self-assessment, когда человек может проверить свои знания сначала, проверить, насколько он заполнит опросник, понять, насколько он соответствует тому, чтобы быть частью этой системы. И затем уже иметь возможность посмотреть получающие ролики, посмотреть что-то и поднять новый вид до такого, чтобы владеть принципами озарной технологии для того, чтобы без какого-то внутреннего, внутренней неуверенности можно было инвестировать в криптовалюту, инвестировать в спрессы. Спасибо. 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 , поэтому у вас есть уникальная возможность, кстати, во время экспо 2020 познакомиться фактически со всем вообще офлайн бизнесом и ворлд, потому что сюда съедутся абсолютно все, включая президентов, заканчивая политики, бизнесмены, миллиардеры, корпорации, все-все-все-все будут на экспо 2020. Поэтому обязательно оставайтесь. Она стартует в начале октября и продлится полгода. Поэтому либо можете приехать, либо оставайтесь. Будет очень интересно. Спасибо большое. Я так понял, время подходит к отцу. Наверное, от каждого из нас буквально минуты, наверное, какого-то заключающего слова. От себя просто подытоживающий хотел сказать. Очень круто, что были запросы на образование. Мне кажется, что продукт пойдет дальше, если мы, каждый из нас, будем демонстрировать не просто успешность в жизни, а некий новый стандарт качества, стандарт мышления. То есть если это будут не просто люди с достатком, а люди умные и интересные другими людьми, чего я вам всем с радостью вижу. Спасибо. Я думаю, что со стороны трейзинга ожидали. Думаю, так и будет. Это только объекты на новые, более крупные площадки. И, не знаю, может в каком-то будущем, возможно даже в своей бирже. Все может быть. Спасибо. Спасибо. Я хочу пожелать проекту, развивать продукт. Твой любимый текст. Выделять новые возможности для владельцев в мире. И с этим со всеми мы сможем победить все хайстер-банки, которые есть на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо. В конце концов, я хочу рассказать что мы и мои партнеры в блокчейн-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер. Я хочу сказать, что мы занимаемся в блокчейн-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер-кутер. Будет совершенствовать блокчейн, и Дубай, это будущее. Спасибо для всех. Спасибо большое. Надеюсь, вам было интересно. Услышать наше мнение, и Фортуна 2, Фортуна, храбрый судьба помогает, поэтому будьте всегда храбрыми. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты нашим спикерам. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Итак, друзья. В какой ситуации мы с вами находимся? Что принес блокчейн в наши умы, в наши жизни? Какие разрушения? Что с нами стало? Я хочу сказать, что большинство из тезисов, которые я принес сюда, все были проговорены на панельных дискуссии. Я буду часто услышать, потому что речь шла не только по юридической, правовой стороне вопроса, не только о финансовой, экономической, но и как раз о тех самых смыслах, о которых мы сегодня хотим поговорить чуть-чуть развернуть. Это потрясающая технология. Совершенно чудесные вещи надо сделать. Вот здесь на одной сцене могут сидеть банки, могут сидеть крифтаны. И совершенно полярные люди, кто-то из них может говорить вам, банки, конец. Конец, все. Эта идея порождает, возбуждает людей, которые говорят, о, ребята, так это же арахизм, так наконец-то мы скинули оковы государственного контроля. И эти такие полярные штуки, на самом деле для нас, маркетологов, ну, к сожалению, не жизнеспособны. Почему? Потому что мы верим в то, что договариваться нам всем придется. Долго и сложно. И мы пойдем в банки, и мы будем адаптировать их продукты, и мы будем разговаривать с государством не в контрастах, не треснул мир напополам и не дымит разлом. Нас ждет не конфликт. Если мы хотим вести бизнес дальше, мы хотим его развивать, мы должны учиться сотрудничать и с институтом государства, существующим актуально на данный момент, и с банками в том виде, в котором они сейчас есть, или в том виде, в котором они, какими они станут за счет дивно-блокчейн, за счет криптовалюта. Но меняться мы будем все. И категорическая позиция о том, что вот, сейчас произошла революция, к сожалению, не работоспособна. Потому что мы живем здесь и сейчас, и наша компания работает здесь и сейчас, и уже здесь и сейчас предлагает адаптировать продукты для людей, которых в нашей компании должно быть не 150 или 200, если посчитать те, кто сидит в зале, а 150 или 200 миллионов для начала. Вот. Поэтому здесь надо разговаривать на одном языке с людьми, мы будем употреблять банковские термины, мы будем добавлять к ним термин «крипто», мы будем договариваться, мы будем как-то делить этот контроль над средствами, над транзакциями. В общем, хотите ли вы и не хотите на этот политический процесс, он неизбежен. И также неизбежен процесс коммуникации с населением. Совершенно справедливо было сказано, что 70% не имеют банковского счета и, в принципе, финансовая грамотность находится совершенно не на том уровне, на котором у вас здесь присутствующих в зале. Кроме того, пенетрация интернета тоже везде очень сильно неоднородна. И законодательство очень сильно неоднородно по криптовалютным везде. Это все настолько сейчас вулканическая история, которую нам предстоит колоссальным трудом маленькие проекты, делая, выравнивая, 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 и меняя нашу реальность. Меняя нашу реальность, эти перемены неизбежны. Мы все с вами видели, что произошло с банками за последнее время. Сегодня плохо тот банк, работающий в B2C, который не хочет стать маркетплейсом. Сегодня плохо тот оператор мобильной связи, который не хочет стать банком. Это все настолько симбиотические модели, это все вопрос диффузии и взаимопринкновения технологий, которые в итоге должны сделать нашу жизнь лучше. Это также как с ядерной бомбой. Действительно, мы можем превратиться в некий цифровой концлагерь. Не с ядерной бомбой, а с исследованиями ядерной физики. А с другой стороны, это технологии, которые могут нам помочь поразить в просторе Вселенной. И я верю, я больше чем уверен, что мы с вами те люди, которые пришли не для того, чтобы использовать это в каких-то не созидательных целях. И именно этот тренд, эта мысль заложена в нашу стратегию. Наша стратегия не вымысел. Это исследование, которое мы провели на большом количестве рынков. Я вам сообщу некоторые, такие вот простые цифры. Например, по исследованиям рынка СНГ, только СНГ, по готовности людей использовать криптовалюту, эта аудитория составляет ни много ни мало. дамы и господа, на сегодняшний день 40 миллионов человек. Скоро вы не будете такими исключительными. Вы представляете этот масштаб, этот прорыв, если правильно построить коммуникацию? Итак, вот это интуитивное чувство неизбежности, что что-то в этой старой модели экономики с этими банками что-то не так, оно ведет нас к исследованию, к исследованию способов трансформации глобальной экономики через цифровые инструменты, которые сегодня доступны. И вот это вот интуитивное чувство неизбежности этих перемен, когда применяешь к нему анализ, оно перерастает вас совершенно внятные продукты. И мы не одни, конечно, на этом обрище делаем эти изыскания, мы не одни представляем себе, что это могут быть за продукты. И есть похожие, схожие мысли у людей, у наших конкурентов, у наших партнеров в нашей сфере. Но надо сказать, что мы продвинулись очень сильно, по сравнению с конкурентами, которые я знаю. Итак, вот эти вот анализы рыночных трендов, они превратили наше измышление в совершенно конкретный набор алгоритмов действий, как мы видим, каким образом будет развиваться Майнплекс, каким образом мы будем реализовывать потенциал технологии блокчейн и потенциал криптовалют Майнплекс. Ну что ж, с Майнплексом я знаю, что вы знакомы, теперь познакомим вас с тем, что мы называем Майнплекс 2.0. То, что вы видите, как это вот все выглядит, это уже часть, частичка души Майнплекс 2.0, направление, в котором мы движемся. и видео уже прошло, и здесь написано по плану видео должно быть, ладно, прошло. Итак, друзья мои, я сказал про 100 миллионов человек, про 40 миллионов, вернее, про 40 миллионов готовых пользоваться криптовалютами и тех, у кого есть интерес к этой истории. Поэтому, естественно, первым продуктом, который позволит нам масштабироваться очень интересно и со взрывной скоростью, это будет продукт на основе стейлинга, который по сути является депозитом. Уже мы неоднократно слышали, например, за последние полгода такое понятие, как криптодепозит входит в обиход, да, и что это дает, каким образом можно препарировать эту ситуацию в контексте актуальной ситуации банковских услуг. Мы, повторюсь, не хотим конкурировать с банками из устаревшей банковской системы. Мы хотим с ними сотрудничать и ее омолодить. Мы хотим использовать знания, аудитории о тех финансовых инструментах, над которыми уже поработали традиционные банки, для того, чтобы больше образовывать людей и вовлекать их в трейдинг, вовлекать их, делать их более финансово грамотными и давать им крутые инструменты. Тем людям, которые даже не понимают и не знают, что такое блокчейн или что такое криптовалюта. Мы пойдем к тем людям, которые давно ждут совершенно запылившийся, уже пропавший банковский продукт – депозит. По нашим оценкам, в маркетинговой коммуникации банки в мире тратят на коммуникацию депозита, ну, на рекламу, на привлечении людей 3% своих маркетинговых бюджетов. Для нас, дамы и господа, это ворота. Ворота, в которые мы сможем с вами заехать на очень широком Кадиллаке или залететь на Боинге. Потому что, в принципе, банки вот в этом контексте сами отключают свою конкурентную способность. Все мы знаем, что ставки… То есть, говорить серьезно о том, что на сегодняшний день в банках существует какой-то реальный депозит, ну, совершенно не серьезно. Потому что это отрицательная ставка, какая-то непонятная штука, которая ни к чему не приведет. На сегодняшний день человек, не вовлеченный в трейдинг, не манипулирующий майным и блексом, не понимающий, что такое криптовалюта, тоже ждет такого продукта. И этот продукт мы им дадим. Мы дадим крипто депозит, который увеличит армию Майнплекс и организует процесс по улучшению финансовой грамотности в колоссальных масштабах. И для того, чтобы выйти на широкий рынок, на массовый рынок, мы готовим продукт крипто депозит, который будет позволять людям зарабатывать от трех до пяти процентов реально от суммы плана. И это предложение вне конкуренции. На сегодняшний день ни одна банковская структура не способна предложить такие условия. И ни одна банковская структура, по счастью, не будет с нами конкурировать в этом поле. И это замечательно. Итак, мы нацелены выйти на широкую сулевую аудиторию дофиг, не банковские продукты, такие как крипто депозиты. Кроме того, мы все знаем, насколько развился банкинг, насколько шикарные прецеденты финтех технологий, таких как монобанк, например, которые, собственно говоря, более поворотливые, более быстрые, более клиентаориентированные еще традиционные банки. И таким образом, не конкурируя с банками, а предоставляя другие более крутые возможности, более крутые сервисы, более удобное пользование этим сервисом, они расширяют, собственно говоря, банковскую аудиторию. Мы будем делать не банковские продукты и не банковские продукты и банковские продукты. И будем предоставлять сервис, который позволит людям свободно гулять между криптомиром, фиатным миром, людей. Будем радовать продуктом крипто депозит, который давно уже остыл, собственно говоря, на рынке. Секундочку. У меня глоточек воды, чтобы продолжить. Итак, продукт на базе стейкинга схожи с крипто депозитом. О нем чуть поподробнее. Этот продукт предназначен не просто для расширения, как бы, влияния Mindplex и бизнеса, но и эта организация в этой самой, когда мы говорим об образовании, о неравенстве, финансового знания. Эти люди, миллионы людей, в приложении Mindplex Banking познакомятся с возможностями бизнеса. Когда манипулируя валютами, когда подключаясь в трейдинг, они смогут зарабатывать гораздо больше, смогут зарабатывать столько, сколько зарабатывают сегодня сидящие здесь люди. Но для того, чтобы понять эту возможность, для того, чтобы увидеть ее, мы должны создать этот конкурентный продукт крипто депозит и позвать всех этих людей к нам и среди них найти тех, кто готов присоединиться более глубоко к бизнесу и развиваться в нем и развивать его посредством вот той деятельности, которой сегодня мы внутри продукта занимаемся с вами. Что же дальше? Что с крипто депозит? Мы знаем, что Nexta Coinbase, к примеру, предлагает уже стейкинг вклады. В биткоине менее известных криптовалютах Mindplex совершенствует эту систему и делает эти операции более безопасными. И депозитный сервис, который мы будем предлагать, он будет оснащен также рядом актуальных опций, которыми не располагают на сегодняшний день наши ближайшие конкуренты. Итак, наша основная задача – ответить актуальными продуктами на потребности рынка. Дать тот сервис, который сегодня вот на стороне финтеха уже разработан, насколько удобными становятся эти банковские продукты. Совершенно нелепо отказываться от этого и испорить с ними. Нужно брать и дорабатывать их, добиливать, развивать. Потому что рассказать сегодня человеку вот с тем количеством терминов, которые мы пользуемся в разглагольстве о криптовалютах, о том, что здесь происходит, практически невозможно. Мы должны будем использовать ту терминологию, которую используют банки, примерно объяснять механику на банковских понятиях. Просто, быстро, безопасно, удобно. Мы станем крутейшим финтех-приложением, в котором можно будет летать между криптой и мифиатом, в котором есть продукты, которые позволяют решать ваши бытовые нужды, закрывать ваши сегодняшние актуальные потребности. И строить планы на будущее. Просто, быстро, безопасно. Просто, быстро, безопасно. Три главных наших, как бы, кита, на которые мы будем строить и поскреб в нашей компании. Недавно исследование международной сети Deloitte показало, что люди голосуют за экосистемы, то есть за различные продукты, различные возможности внутри одного приложения, внутри одной кнопки. И это очень круто. И это решает очень много вопросов. Оплата, там, каких-то бытовых коммунальных услуг, там, парковки и так далее и тому подобное. Приземление крипты, приземление ее, как раз как масштабирование. И ввод в обиход, помимо фиата и других финансовых инструментов, которые сегодня доступны людям, это наша основная задача. А стратегическая задача. Только так. Только дружа с актуальными банковскими системами, только разговаривая с правительствами, только рассказывая людям о том, что такое крипта и какие возможности им открываются с пользованием Майндекса, только так мы сможем растить наш бизнес и продвинуться. Ни с кем конфликтовать мы не намерены. Противопоставлять себя никому не намерены. Мы намерены наладить переговоры между железобетонной уставляющейся системой и теми необанковскими продуктами, которые сегодня возможны на базе получения криптовалют. Итак, не против актуальной системы, они навстречу. C2C, B2C, B2B и B2G – это продукты, которые будут сгенерированы в рамках Майндекса, помимо того, что сейчас происходит в рамках нашей партнерской сети. Не делая эти продукты, нам в принципе через 5 лет будет мало что продавать. Эта стратегия сотрудничества с государством, сотрудничества с банками открывает много-много возможностей для нашей компании и для перспектив Майндекса. Таким образом, возвращаясь вот к моей истории, в нашей команде появились люди, которые работают, например, в национальных банках в области финтех-технологий и создания национальных валют. Почему? Потому что мы хотим понимать их логику, мы хотим понимать механизмы, по которым государство реализует везде по-разному оцифровку своей экономики. И мы хотим с ними сотрудничать уже сейчас. Уже сейчас. Мы не хотим, чтобы была какая-то дыра между нами, людьми, которые совсем нон-конформисты такие, вдруг начали жить по-своему. И людьми, которые знали, как живут опередную и живут ее как бы нормально. Мы хотим синергетического эффекта, мы хотим найти позитивные стороны и в той системе, которая существовала, и в инновациях, которые сегодня только вместе, они дадут колоссальный результат, дадут колоссально... дадут новые инновационные продукты, более эффективные, чем... И это изменит мир. И это изменит мир. И поэтому правительства многих стран смотрят на это не только как на угрозу. Дело в том, что эти процессы, которые происходят благодаря общению, ну как бы их сегодня регулировать как бы сложно, но хочется. Отменить, выключить нельзя, но хочется внутрь зайти. И мы будем разговаривать с этими людьми, мы будем думать о том, каким образом нам вместе сотрудничать. Потому что потенциал системы, старый, все-таки потенциалом. Это колоссальный заряд и с точки зрения аудитории и инструментов, и ресурсов. Итак, в основе проекта вот этой вот, когда я говорил про кнопку, где есть много микросервисов, где есть различного рода экосистемы, мы ведем переговоры с авиакомпаниями для того, чтобы можно было бы продавать за криптовалюту. Сейчас уже много таких вот прецедентов. Мы планируем разливать, как раз приземлять технологию в контексте, вы кто-то спрашивали, дайте нам для бизнеса инструменты какие-то, да? И в контексте сервисной истории продажи услуг и продажи товаров, собственно говоря, у нас будет развиваться маркетплейс, у нас будет развиваться мультибалитный маркетплейс, это не только, где можно товары и услуги приобретать, но, собственно говоря, когда у нас наш проект является, собственно, входом, возможностью обеду на другую банк, это тоже свое ворота, такой ну, банитный криптомарк. Ну, например, e-commerce. Банковские. И тут я должен зачитать. С использованием межбанковских и региональных технологий, эмиссии эквариингов и платежных инструментов, т.е. карт денежных переводов и банковских платежей. Именно эта синергия стала основной стратегией развития маркетплейс в направлении C2C, как я сказал, B2C, B2B, простите, я уже повторяюсь, потому что я не хотел вести презентацию, потом ее включить, помогать им структурировать. Как я сказал, государство тоже хочет, запретить нельзя, но надо как бы каким-то образом развивать. И помимо кастомерных продуктов, которым я вам сказал, я хочу привести в финале к тому, что мы разрабатываем B2G-продукты. То есть, вы знаете, на сегодняшний день существуют такие презентации, например, как Сингапог, когда при определенном, как бы правовая зона, определенные условия обеспечивают секьюрность инвестиций и более интересный экономический правовой статус региона. Есть замечательная концепция чартерных городов со своим законодательством, с определенным, которое как раз обеспечивает секьюрность этих инвестиций и на основе технологии блокчейн управляется и политическая, собственно говоря, система, и экономическая система. Так вот, в результате нескольких переговоров с регионами, которым, собственно говоря, нечего терять, да, вот где надо, где старыми способами уже ничего не построишь, уже какие-то новые, когда мы разговариваем о том, что они готовы законодательство блокчейн, мы сразу же видим колоссальный отзыв международных инвесторов, которые говорят, мы хотим быть в проекте, мы готовы принести инвестиции, которые будут X5, X10, ВВП этого региона. И я думаю, в следующем году, друзья, мы уже с вами, мы слышали много таких концепций, кто-то хочет там город построить, кто-то там еще хочет что-то, вот замечательные наши миллионеры, они все полетели в космос, пускай пока они летают, здесь порядок наведем, нам есть чек заняться, это очень, ну, местное основание, условно. И надо сказать, что помимо того развития масштабирования, о котором я сказал, в B2B, B2C-клиенте, в проектах, мы очень-очень серьезно занимаемся развитием B2G-проектов, это тоже даст нам новую продукцию, приведет нас к новым продуктам и позволит разогнаться гораздо быстрее за Новый год. За Новый год и на следующем дне рождения, я думаю, мы вдруг уже встретимся в нашем маленьком Дубае, личном моим проектом. Вот есть такое ощущение, что это вполне возможно. Итак, друзья, хочу поблагодарить вас, хочу сказать вам огромное спасибо, потому что если бы не вы, если бы не ваша вера, если бы не ваше присутствие здесь, мы не были бы настолько заряжены. Спасибо вам за то, что год, кто-то год с нами, кто-то меньше, спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что вы верите. Мы верим в возможность создания унифицированного продукта, одной кнопки, которая объединит в себе, закроет нужды всех этих форм бизнеса, взаимодействия. Это наша задача, над которой мы ежедневно трудимся, колоссальной, огромной, международной командой. И этой команде я благодарен за совместную работу и за заряд, который они дали в развитии стратегий, в исследованиях, которые мы провели, которые открыли принципиально новые ворота, принципиально новые перспективы для проекта. Это все. Спасибо вам, друзья. Спасибо. А у меня есть носка яркая. Николай Медченко. Мастер Медченко. После такого яркого, объемного, масштабного, информативного выступления, я думаю, что в зале уже не будет вопросов никаких. Или все-таки будут? Есть у кого-нибудь вопросы? У матросов нет. Нет. Есть вопросы? Я на них ответить не могу, поэтому... А вопрос мы обязательно услышим, потому что будет момент, когда мы вновь обратимся к вам и все ваши вопросы хотели бы услышать. Поэтому запишите его себе, чтобы не забыть. Ну а сейчас, дорогие друзья, о фирменном стиле. О новом фирменном стиле с этой сцены нам расскажет наш следующий спикер. Я надеюсь на жаркий прием. Встречайте. Мария Китаева. Прошу вас. Моё выступление будет уникальным сегодня. Я не буду говорить ничего о криптовалюте. Вот. Я начну с того, что спрошу вас, заметили ли вы вообще хоть какое-то отличие от того мангплекса, который вы видели до этого и от того мангплекса, который вы видели сейчас? Да, да. Как вам вообще? Для блондинок. Непонятно, но очень интересно, да? Да, да, да. Сегодня я вам расскажу про новый фирменный стиль. Но перед тем, как я о нем расскажу, я хочу, чтобы вы увидели, как это выглядит и как это работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом блоге вы увидели, услышали о том, что, в принципе, появилась новая стратегия. Появилась новая стратегия, появилось новое позиционирование. Как следствие, нам необходимо было найти новое визуальное решение. Потому что все мы воспринимаем мир через глаза. Я думаю, вы со мной согласитесь, что большинство людей визуалы. Вот. И нам необходимо было найти то, что соответствовало нам, как компании, как бренду, и продукту, который мы делаем. И мы пустились в поиски этого визуального решения. И мне кажется, что мы отлично с этим справились. Прежде всего, мы задались вопросом. Какой это продукт? Что мы сделаем? Что мы строим? Какое он по ощущениям? На что он похож? Мы ответили на эти вопросы. И из этого, собственно, и родится фирменный стиль. Если вы обратили внимание на элементы, возможно, кто-то из вас смог провести аналогию с супрематизмом. Может быть и нет. Но, в общем, консенсация была такова. Мы взяли супрематистическую основу и ее немножечко переосмыслили постмодернийски, усложнив некоторые ее элементы. Мы создали логотип, который распадается на несколько стилеобразующих элементов, из которого формируется, в принципе, вся остальная визуальная идентификация бренда. Вместо круга у нас получилась каплевидная форма. Вместо прямоугольника прямоугольник с закругленным краем. Вместо треугольника круглый ромб. И на вот этих вот формах мы, в принципе, строим всю идентификацию. Ладно, это была шутка. Я просто думала, что я так переключила, а потом решила пошутить. Ладно. Да, спасибо. Запишу это в следующий раз. Буду говорить только так. В принципе, почему мы взяли, почему вообще мы пришли к супрематизму? Почему мы вообще решили отталкиваться от него? Потому что это что-то об авангарде, да? То есть художники, супрематисты, они были в авангарде, они создавали то, чего на тот момент еще не было. Они давали что-то новое, как визуально, так и по смысловой нагрузке. И в принципе, мы провели аналогию с тем, что делаем мы. Мы создаем свою историю, мы создаем новые продукты, которых нет. И мы идем в авангарде, не ориентируясь ни на кого. Формируя собственную реальность. И когда мы говорили, когда мы ответили себе на вопросы, каким мы хотим видеть наш бренд, мы начали его описывать. Мы решили, что он должен быть современным, он должен быть понятным, простым, своим, в связи с доверием, инновационным, актуальным, передовым. Потому что мы строим френдли-банк, да, то есть это продукт, который всем своим видом должен доносить аудитории, то, что это не про галстуки. Здесь не нужно ходить, короче, в пиджаках, и тебя здесь, ну, тебя здесь поймут, тебе здесь подскажут, тебе расскажут. И, собственно, этим было продиктовано наши персонажи, которых вы тоже видели. То есть всякие собачки, кошечки, мышки и все остальное. Это такая история про генификацию. То есть и цвета, например, которые вы тоже видите, они тоже выбраны неспроста. Прежде всего, это про такое несочетание несочетаемого. И это про то, что, в принципе, они имеют очень разные характеристики, которые соответствуют тому образу бренда, который мы строим и который мы хотим видеть. То есть у нас есть пыльный розовый, который такой нейтральный, приятный, который может быть женским, может быть мужским, каким угодно. Но в любом случае он дает нам какое-то такое ощущение спокойствия, наверное. А желтый, да, это такой цвет теплый, радостный, цвет какого-то солнца, греющий, спокойный, добрый. При этом у нас есть темно-синий, который более серьезный, более официальный, более сильный, глубокий и надежный. И соединив эти три цвета, мы дали визуально ответы разным аудиториям, с которыми мы предполагаем работать. И с помощью цвета, с помощью элементов мы играем с пользователями. То есть с помощью деминификации мы можем объяснить какие-то вещи, которые могут показаться сложными. То есть в приложении и в дальнейшем в разных продуктах будут использоваться элементы геминификации. И в данном случае наши персонажи, они будут помогать нам доносить нашим пользователям какую-то информацию. Объяснить, как пополнить кошелек, или как заказать виртуальную карту, или рассказывать и объяснять что-то о трейдинге. То есть это было выбрано неспроста. Да, естественно, мы опирались на ту аудиторию, с которой мы планируем работать, и на те продукты, которые мы ей будем давать. Ну и чтобы в принципе подытожить сейчас, я хочу сказать о том, что на данный момент то, что вы видите, вот эта вот визуальная составляющая, она отлично справляется с своей задачей основной. Это транслировать идентификацию бренда через визуальную составляющую. Она сейчас наиболее отвечает тому, что мы делаем, то, каким мы хотим видеть бренда в будущем, и наиболее отвечает его позиционированию. Ну и также это, я думаю, что вы заметили, что он достаточно броский, яркий, при этом ни на что не похожий. Он имеет явную уникальность, и в этом тоже его сила. Я думаю, вот, в принципе, на этом у меня все. Такое интересное объявление. Когда вы выйдете из зала на кофе-брейк, у меня большая просьба подойти к картинкам, считать QR-код, и сделать через маску в Инстаграме, сделать себе сториз, и отметить моим плекс. Пожалуйста. Друзья, я бы хотел добавить к Марии мерчи, которые у нас есть. Вот эти вот интерактивные, как это называется, пресс-вол, пресс-стена, да? И то, что у вас на сумках, где стоят QR-код, и ваши футболки, это все интерактивная штука, которую вы можете при помощи фильтров Инстаграма активировать и увидеть небольшие смешные чудеса. Спасибо. Да, поэтому считывайте QR, тегайте моим плекс, и классного всем вечера. Пожалуйста. Поснимай меня, пожалуйста. Смотрите, что у меня в сумке оказалось. Довольно. Вот, вот, я не знаю, что. Мария Китайма, друзья. Еще раз можно поаплодировать? Чувствую вам еще. О, вы видите, у меня оказалось. Спасибо огромное. Ну что ж, можно не останавливаться. Вы видели, давайте сын. Обожаю аплодисменты. Я приглашаю ему сыну нашего следующего спидера. Поговорим о переданной программе. Алексей Ермельян. Встречайте. Хорошо, хорошо. Ну смотрите, что. Да, уже нормально. Вот это да. Как я залезла, я не знаю. Открывайте, покажи нам. Все вновь, девушки, мы закроем еще ищем. Здорово, господи. Ребята, у нас новая карта. Ну, первая шоу. Ну что, друзья, здравствуйте. Дайте шоу, пожалуйста. Вы посетите. Давай. Большое спасибо предыдущим спикерам. Маша, Витя, вы красавцы. Я рад быть со всеми с вами. На нашем большом корабле. Ребята, у кого день рождения сегодня, как вы думаете? У нас. Точно. Майнплекс, технология, компания. Сегодня день рождения у нас. Если бы не вы все, на протяжении всего этого года никакого Майнплекса не было бы. Вы же понимаете, это прекрасно. Я часто говорю о том, что мы идем параллельными путями. Александр Мауседиков и его команда профессионалы там на уровне бирж. Мы с вами делаем огромное дело. То, чем мы занимаемся. Мы даем реальную жизнь, реальную энергию этому проекту. Поэтому я очень рад, что вы все сегодня сюда добрались. Те, кто не приехал, пользуясь случаем, я приглашаю на второе день рождения, которое будет 25 октября. Примерно. Пока это такая дата. В конце октября, в общем. А сегодня этого года. А сегодня мы все с вами должны провести очень крутое время. и понять, узнать, еще раз дополнительно, уверовать, так сказать, в то, что мы делаем, потому что делаем большую историю. Видео, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Городов, которые мы посетили, на кого-то руку бежали. Так, понял, зеленая вперед, красная назад. Ребят, я хотел бы чуть-чуть вспомнить, как это происходило. Почему? Потому что, на самом деле, мне комфортно на этой сцене стоять, потому что я практически всех вас знаю. И знаю, и помню, каждый диалог, каждый наш разговор, и здесь есть те люди, которые в первый Майнплекс вместе со мной сидели и делали первые регистрации. Представляете, абсолютно не смаханное поле, никакой информации. Но тогда, даже тогда вам получилось в это поверить, поверить в команду и как-то вот стать сопричастным. Я всегда говорю, что вот лично для меня из инструмента Майнплекс перерос в такой семью, в такой корабль, на котором мы все с вами сидим и плывем, так сказать, к своей цели. Есть вообще мечтатели остались у нас в зале? Есть у кого-то, кто... Есть кто-то, кто не разучился мечтать? Есть! Есть! А если почему люди перестают мечтать, как вы думаете? Вот мне кажется, из-за того, что когда ты живешь и вот в этих крысиных бегах постоянно находишься, и у тебя нет хороших инструментов для реализации целей, ты их начинаешь обесценивать, потому что у тебя пропадает вера, что, в принципе, этого можно достичь. И я там на протяжении двух-трех лет поймал себя на мысли, что я почему-то вот делаю два шага вперед, потом три шага назад, потом топчусь на месте, и вот чего-то не хватает. Вот нет такого инструмента, в который бы я поверил, заразился, да, и вот мне можно было о нем рассказывать, и научиться благодаря ему опять вставить какие-то цели и мечтать. Та искорка, которую я получил при знакомстве с Александром Мауседиковым, в тот момент, когда он мне первый раз показал, так сказать, рассказал о том, что собирается делать, вот у меня тогда зародилась вера. Я надеюсь, у меня получается доносить эту веру, да, транслировать эту веру до вас. Виктор очень хорошие слова сказал по поводу того, что, а что дальше, да, ну, колесо баланса вырвается, базовые потребности закроются. А что дальше? Что на самом деле, вот та начинка в вас, да, чтобы было такое притекательное, мощное энергетически, чтобы люди, еще больше людей вовлекалось, потому что на сегодняшний день есть определенная там аудитория людей, да, где-то примерно сейчас 25 тысяч. Что такое должно быть нас, что мы должны такое транслировать, чтобы нас стало 100 тысяч человек, потом миллион человек. Здесь те люди, с которыми мы, условно, мы начали, с кем мы продвигаем это каждый день, со звонами, переговорами, и это даже не моя цель, это наша общая цель, мы должны сначала дойти до 100 тысяч пользователей, да, в ближайшее время, и за 2022 и 2023 год сделать миллион пользователей. Если вы со мной, пожалуйста, давайте. Да! Один миллион пользователей до 2023 года. Мы же можем это сделать? Боже, легко! Я как раз о том, что здесь на самом деле деньги, они как бы не играют самую основную роль. Потому что сегодня создается реальная экосистема, просто общаясь с людьми, которые в команде находятся, да, я понимаю, что это не просто какие-то люди, которые пришли поработать и заработать денег. Эти люди, в принципе, не приходят на проекты, если они не заразились этим проектом. Если у них, наверное, чего-то такого, вот, внутренняя вера в это, своей какой-то принадлежности к этому, ко всему, сопричастия, то есть им, вот, они точно заразились этой идеей. И я понимаю, что благодаря этим людям, их компетенциям, их возможностям Майнплекс перерастет в вот это вот слово, такое измученное уже, да, многие о нем говорят, экосистема. И вот сейчас в Майнплекс как раз создается ряд продуктов, которые мы можем использовать в нашей обычной жизни и при этом сделать такой зател на многие-многие годы. Вперед! Не спать! Как будто я про Майнплекс тебе про технологию рассказывал. Сейчас Владимир Розенков придет, он тебя накажет. Понял? Билет на Чебоксар 1-12 назад. Ну так вот, на самом деле мы сейчас становимся свидетелями того, что зарождается большая такая огромная экосистема, которая не просто позволит закрыть какие-то базовые потребности, закрыть какие-то там сферы жизнедеятельности, которые мы вот используем. Это история про то, что мы сможем изменить жизнь. И пусть это может быть покажется громкими словами, но через несколько, там, 5 лет, 10 лет, 15 лет это может перерасти в то, что мы даже сейчас представить не можем. Простой пример. Ведь мы летали, летаем все на самолетах, мы сюда на самолете прилетели, а, наверное, был тот момент, когда какой-то умник пришел и говорит, вот смотри, у тебя схема, там вот так вот может полететь, здесь два крыла. И были те люди, энтузиасты, которые в это поверили, которые дали деньги, которые, может быть, крутили гайки без денег. Потому что у этого идеолога, скорее всего, и денег-то и не было. Правильно? Да. Кто бы мог подумать тогда, что это обвяжет всю планету и сделает коммуникациями доступными? Что мы вчера были в своих городах, сегодня мы в Дубае, завтра мы еще в каком-нибудь городе. И история с Майнплекс – это возможность для нас, для всех сделать такой квантовый скачок из отдел для своих близких. Немного цифр. У нас за этот год сколько было городов? Я насчитал 22, может быть, вспомните еще, а, еще Минск добавился, 23 города. Я всех лидеров этих городов помню по именам, да? Мария Гишберт, Сочи. Александра Лазовская, Анастасия Лазовская, Москва. Константин Шабашов, Шабаксар, Артемий Поркин. Окишев, Евгений. Привет, Евгений. Красноярцы, человек заболел короной прямо перед вылетом. Олег Манеев, Новосибирск. Много-много лидеров сейчас у нас растет. Это те люди, это те звездочки, которые прямо загорелись и которые, наверное, на сегодняшний день являются такой движущей силой. Я убежден, что… Александр Рудак обидится просто, если я не скажу. Алексей Юровин. Это те ребята, с которыми мы сейчас из продуктов, которые никто не видит, которые никто не знает, которые никто не может сравнить, и мы делаем что-то такое, что реально ломает рынок. Ну, пусть не ломает, достраивает, делает лучше, да? И с этими людьми мы можем вообще, в принципе, любых целей добиться. Благодаря тому, что есть определенные комьюнити, которые верят. То есть, по сути, это некая такая аналогия к краудинвестингу, да? Я думаю, знаете, что это такое? Когда люди верят в компанию, покупая ее продукт, да? По сути, инвестируют в ее развитие. У нас, понятное дело, что нет такого понятия, как инвестиция. Мы обмениваем, так сказать, одну крипто-сущность, продукт веры, на другую крипто-сущность, продукт веры, и еще веру этому продукту создаем. Но дальше к чему это может привести? Здесь очень много всего может произойти. Двадцать два города, более двадцати пяти тысяч сейчас пользователей. За последние месяца, вы видите, да, и рост токена, и его понятность, прогнозированность, и то, что количество регистраций, количество именно активных кошельков растет все больше и больше. То, что делается непосредственно для связи с обычным миром, именно то, о чем заявляется, необанкинг, кроссфайн, да? Пока, условно, мы не имеем что-то на руках связующее, мы все этого ждем. Но, поверьте мне, фокус и все, что делает сейчас компания, о чем заявляется, здесь нет ни одного абсолютно пустого слова. Здесь все люди нацелены на результат, люди аграциозные, люди, которые отвечают за свои слова. Если бы это было не так, меня бы здесь не было ни на этой сцене, ни одной, ни другим. Я очень трепетно к этому отношусь, потому что имею свой инвестиционный опыт, и для меня очень важно, чтобы люди, которые двигают всю эту историю, они отвечали за свои слова. Здесь я уверяю вас своими действиями, уверяю вас своей верой в том, что мы, в принципе, на правильном пути. Я очень благодарен всей команде. Она у нас очень большая. И у нас есть отдельно люди, которые занимаются пиаром. Люди непосредственно... Владислав Бобицкий. Где он? Люди, которые делают это все, создают свои руками, где-то остаются за кулисами. И мне очень хочется отметить команду с Минска. Люди, которые, по сути, создают все, что мы используем, все, что мы делаем. Это незаметный труд. Мы часто жалуемся, хотим, чтобы быстро все было реализовано. Жалуемся на службу поддержки или еще что-то. Я всегда говорю, будьте немножко гибче, будьте немножко осознаннее и, ну, с пониманием отнеситесь к этому ко всему. Потому что одно дело что-то допелить, где-то что-то приукрасить, одно дело, когда это с нуля все создается. Титанический труд, да? Люди, которые сейчас занимаются связью нас с обычным финансовым миром. Сегодня будет очень много интересных новостей. Естественно, я об этом рассказывать не буду. Люди сами об этом рассказывают. Но мне очень хочется, чтобы мы все, приехав по себе обратно в регионы, вот в этот момент, когда вы будете лететь, когда будете добираться, подумайте о том, что вы говорите, да, что вы транслируете. Когда вы приедете обратно к себе на родину, в свой город, те люди, которые придут к вам за информацией, они будут все больше и больше становиться. Очень хочется, чтобы эти люди получили в вашем лице максимальную уверенность в этом проекте, чтобы они не топтались на месте, чтобы у них не было страха. Вы же понимаете, откуда страх формировался, да? От того, что просто люди не знают, не понимают. Майнплекс – это больше, чем просто какой-то бизнес-инструмент. Майнплекс – это уже реально семья. И эта семья у нас должна расти, она у нас должна быть интернациональной, у нас должна быть широкая география, чтобы мы в любой момент могли просто перевернуться к какому-нибудь другу, там, в Сингапур или куда-нибудь, на Шри-Ланку, или вот к друзьям, например, к будущему в Бразилию, да? Или сюда, в Дубай. То есть мы с вами создаем вот эту вот историю, и от нас очень многое зависит, как это все будет развиваться. Я благодарен каждому из вас за веру, за вашу вот эту сопричастность к этому ко всему, потому что без вас на самом деле ничего не будет формироваться. Вера в себя, вера в компанию, определенные действия, все вот эта вот такая столяночка, которую мы завариваем, она может поменять наше будущее. Поэтому я еще раз благодарю всех, команду нашу большую, команду продвижения, и жду вас до ближайших мероприятий еще и в Сочи, естественно. И желаю вам сегодня провести самый лучший день рождения, ваш день рождения, и компания «Моэмплекс», лично ваш день рождения, ну и прекрасно провести время в Дубае. Все, ребят, спасибо вам большое. Алексей, Ерумина, прошу, друзья. Ну что, дорогие друзья, как настроение? Не устали? Никто не утомился? Есть силы продолжать? Да! Вот там у нас самые активные, здорово. Ну что, друзья, продолжаем. С вашего позволения, наш следующий спикер на этой сцене. Владимир Роденко, прошу вас. Он танцует. Идет и пляшет. Ох, как Василий. Ох, хорошо слышу тебя в первый раз. Итак, всем привет. У-у-у-у! О, кликер. Это самое важное. Вот здесь вот он лежит. Всем добрый вечер. Уже, наверное, вечер. Очень рад всех вас здесь видеть. Как говорил Алексей, то, что, в принципе, здесь были те самые люди, с которыми мы давно знакомы. Очень приятно вас здесь видеть, то, что мы собирались там в Твери, в Перми, в Новосибирске, то есть в СНГ. И сейчас мы здесь собрались здесь, в Дубае. Это очень классно. Давайте поаплодируем сами себе. На самом деле, то есть у меня такое будет очень контрастное выступление, потому что Алексей, это такая лютая мотивация, мы вперед. А я такой, один ноль, один плюс один равно два. Итак, давайте попробуем разобраться в том, что Майнплекс, в первую очередь, это блокчейн-проект. Да, я сейчас не буду углубляться, что же такое блокчейн, какая-то уникальная технология. Но так как мы в свое время решали вопрос, то, что нам необходима безопасность, децентрализация, прозрачности и необходимые функции, мы в свое время поняли то, что мы должны делать собственное решение. То есть, если мы делаем блокчейн-проект, мы не должны зависеть ни от кого. То есть, все прекрасно понимают то, что есть блокчейн-биткоин, блокчейн-эфириум, трон и ВОЗ, и их очень-очень-очень много. Но если выпускать свою монету на этом блокчейне, мы будем зависеть именно от этого блокчейна. Поэтому мы приняли решение, что мы будем создавать собственный блокчейн, который сейчас называется Майнплекс. И Александр, Александр Моноседиков, посмотри, пожалуйста, на меня. Вот этот человек, который дал нам идею того, что наш проект будет развиваться на архитектуре блокчейна Тезиса. То есть, это та самая главная проблема, которую мы решали. Это что? Какие проблемы по криптовалюте видите вы? Есть хоть кто-нибудь, кто сможет видеть скорость? Еще есть какие-то моменты? Кто сказал волатильность? Отлично, ты победитель. И второй момент. Второй момент, это то, что несмотря на то, что рынок криптовалют сейчас занимает 2 триллиона долларов, это такой мизер, потому что в Америке госдолг 30 миллионов долларов, триллионов. Поэтому мы решили в нашем проекте решить две основные проблемы криптовалюты. Первая проблема – это волатильность. То есть, курс скачет вот так, туда, сюда. Понятно то, что трейдерам, которые профессиональные трейдеры – это их хлеб. Им нужна волатильность, она на этом живет. Но простым пользователям заходить в криптовалюту и понимать то, что, я не знаю, завтра я буду богаче или там нищий. Поэтому две основные проблемы, которые мы выделили за все время криптовалют – это волатильность и неудобство использования. То есть, чтобы сейчас за биткоин купить кусок хлеба, тебе надо пойти на бириджу, обменник, а тут еще вдруг на карту идешь, приедут люди в погонах, спросят себя «Здравствуйте!» и началось. И как раз таки моя зона ответственности была именно решить с технической, с математической, с идеологической точки зрения волатильность. И сейчас, я думаю, у нас есть короткий видеоролик, который мы с вами посмотрим, и я продолжу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Я на самом деле сейчас посмотрел видео и думаю, о чем вы мне рассказываете? Вы что вы мне показали? Все здорово. На самом деле волатильность – это вопрос очень большой, очень глобальный. И вопрос его в техническом решении, на самом деле, был давным давно принят. Это объединение ликвидности и удобства банковских услуг классических и безопасности и прозрачности технологий блокчей. То есть на протяжении последних десяти лет, с того момента, как появилась криптовалюта, как появился биткоин, они друг с другом сталкиваются, как два барана. Мы там анархисты, мы за крипту, нет, мы за централизацию, мы там за банковский сектор. И мы подумаем, зачем сопротивопоставлять те два момента, которые уже существуют. Их невозможно отрицать. Невозможно отрицать того, что мы все пользуемся картой, пластиком. То есть мы все в процессе, в магазине и так далее. И невозможно отрицать того, что в принципе блокчейн, распределенные реестры, прозрачности, безопасности вошли в нашу жизнь и они уже неотъемлемы. И здесь мы такое хитрое решение придумали, зачем сопротивставлять, если можно объединить. Таким образом появилась в принципе вот эта технология Crossfire. И именно в части блокчейна, в части безопасности, прозрачности нам необходимо было решить главную проблему. Это волатильность кредит активов. Все прекрасно знают, что есть некий токен USDT, USDC и так далее. Это StableCoin. Опять же, почему он стал таким? Нам сказали, что этот токен Stable, мы в него поверили. Нам сказали, что доллар стоит доллар, мы в него поверили. Соответственно, мы, как все-таки технологические ребята, решили этот вопрос подтверждать не только словами, но и технологией. Когда мы начинали создавать что-то новое, я всегда всем говорю, что любая технология, любая инновация, это не что-то новое. Это, ну, есть такая поговорка, а все новое, это хорошо забота и старое. А здесь же сейчас, в данном моменте, а все новое, это компиляция, синтез всего старого. То есть, может быть, кто-то помнит о том, что фиатные деньги, вот эти бумажки, да, которые печатаются, появились совсем недавно. До этого был золотой стандарт. То есть, государство могло напечатать столько денег, эквивалентно, сколько у него есть золота. То есть, всегда был резерв. Очень есть мой любимый экономист Фридрик Фонхейг, да, это голландец, он, условно говоря, проповедовал в начале 20 века, который говорил о том, что деньги, деньги, вот к чему мы привыкли, это всего лишь навсего информация. И блокчейн и криптовалюта в данный момент, это эволюция денег, которая точно так же является безопасной передачей информации. То есть, от бумажек, от цифр, мы входим в это понятие. И сейчас можно, ну, там много дискутировать, там деньги, не деньги, но смысл в том, что мы все с вами живем в капитализме, и у нас есть некий эквивалент. И поэтому, чтобы эту эквиваленту обезопасить, приходит технология блокчейн. Это, здесь, опять же, можно дискутировать много-много-много-много-много дней, но если все в зале, кто здесь присутствует и еще сомневается, я, честное слово, рекомендую эту технологию начать изучать, потому что это, это даже не завтра, не послезавтра, это еще вчера. И, как говорили многие спикеры, как говорили много дискуссионная панель, то, что многие государства уже об этом думают, и они об этом запускают. Так вот, вопрос владельца нами был решен следующим образом. То, что мы изначально понимали, что стоимость актива должна быть чем-то подтверждена. То есть, как раньше, допустим, рубль или доллар, или что угодно, они были подтверждены тем, сколько у государства есть золота. То есть, неважно, сколько монет ты выпустишь, сколько денег ты выпустишь, они будут стоить ровно столько, сколько у тебя есть золота. Допустим, у тебя есть золото на миллион долларов, ты выпустил миллион монет, они будут стоить по доллару. Ты выпустил 10 миллионов, они будут стоить по центу. Таким образом, эта идея универсальна, уникальна, но здесь приходит следующий момент, что золото само собой нетранспортабельно, оно очень тяжелое. Есть очень много принципов, какими должны быть деньги. Они должны быть легкими, простыми в обращении, трансгородичными и так далее. Где это золото? Я, честное слово, ни разу в жизни золота не видел. Есть ли оно у Соединенных Штатов? Есть ли оно у Российской Федерации? Мне что-то там по телевизору показали, там все, о, прикольно, золото, классная езда. Точно так же я могу снять видео и сказать, а вот у меня есть золото. Вот в этой бутылке у меня там 500 килограмм золота. И здесь в этом вопросе как раз таки технология блокчейна, в первую очередь, что она убирает? Она убирает доверие. Не надо никому доверять. То есть на данный момент даже есть технология, которая называется Zero Knowledge. Нулевое доказательство. То есть сейчас мы все равно, да, используем какой-то консенсус и так далее. А Zero Knowledge говорит о том, что это так и никак иначе не может быть. Ну, это прям уже совсем для таких гиков. В одностороннем порядке все правильно. Итак, как же мы убедили волатильность? То есть мы прекрасно понимали, что есть какой-то резерв и так далее. Идея резервов в криптовалюте появилась очень-очень-очень-очень давно. Первые такие моменты появились в семнадцатом году, то есть когда кто-нибудь участвовал в ICO? ICO, 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 да. Помните, там какие-то были суперкрутые обещания, ты куда-то даешь деньги, мы выйдем на биржу. Ну, даже если они выходили на биржу, происходило какое-то бедствие. И первые централизованные смарт-контракты, которые лично я помню, это был CryptoMiner Token. Это был Pantheon. То есть там смысл в том, что ты в смарт-контракт, в безопасный который, да, загружаешь эфир и тебе выдаются токены. И чем больше эфиры ты загружаешь, чем больше токенов. И каждый новый токен был на какую-то долю дороже, чем предыдущий. Кто-нибудь помнит такой супер-великий проект Power True, как называется Telegram Open Network? Кто? Что-то Marlorock смотрел. На самом деле в Tone была точно такая же система. Token Gram начинал с 10 центов. И каждый новый Gram был дороже предыдущего на одну 10-миллиардную. Там 10 минус 9 степени. Но они это сделали таким образом, что они сделали три этапа продаж и вытащили среднюю этапу. То есть в любом случае смысл в том, что если ты что-то новое приобретаешь, так как ты пришел позже меня, ты чуть-чуть должен быть в убытке. Потому что первый инвестор должен быть дорогой. И смысл в том, что, опять же, возвращаясь к экономическим моделям, возвращаясь к тому, что деньги должны быть универсальными, они должны быть секридными и они должны быть понятными. То есть стоимость денег должна быть понятной, на чем она основывается. То есть если раньше было золото, потом пошли какие-то технологии, а потом просто начали печатать, 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 печатать. При этом, что самое главное, в чем прелесть идеи Сатоши Накомата или, по моему личному мнению, BlackRock Capital. То есть в том, что они придумали деинфляционную модель. В чем заключается деинфляционная модель? Ты знаешь эмиссию, ты знаешь общую массу и ты знаешь то, что спрос на нее растет, а предложение уменьшается. То есть если кто-то там основы экономики учил, закон Фишера говорит нам о чем. При одновременном увеличении спроса и уменьшении предложения, стоимость актива, что делать? Конечно же, растет. Таким образом, мы сейчас видим, что переключилось с биткоином. Когда там за пятьдесят тысяч биткоинов покупали сейчас пиццу, сейчас за пятьдесят тысяч биткоинов можно купить, ну, наверное, пол Дубая. Пол Дубая, как мы это выражаемся. То есть это огромные деньги. Потому что люди поверли в это, есть безопасность, контроль и так далее. Здесь же мы смотрели на следующие вещи. То, что, по сути, как происходит децентрализация блокчейна. Децентрализация блокчейна происходит путем того, что кто-то эту сеть поддерживает, подтверждает. То есть, допустим, я подтверждаю твое мнение, ты мое. Ну, как на выборах, да, есть некий форум. Самое основное, потому что есть, на самом деле, в публичных блокчейнах, есть два основных этих протокола достижения согласия. Один называется Proof of Work. Когда вам необходимо купить оборудование, вам необходимо тратить киловатты, платить за это много денег, оборудование стареет, виньет, вы потом его не можете продать, вам надо новое-новое оборудование покупать, да. Так добывается наносим биткоин и эфир. Там Виталий Кутель уже третий год обещает, что мы перейдем на новый, но на конечный прессор. И второй момент – это Proof of Stake. Когда, по сути, вам достаточно держать всего лишь навсего монетку, чтобы получать новый монет. То есть это, по сути, это уже больше, ближе, похоже к тому, там, банковскому депозиту, к которому мы привыкли. Положил деньги – тебе не хаббат. Но здесь и у того протокола-концентуса есть как плюсы, так и минусы. Допустим, у Proof of Work есть огромный плюс в том, что любой человек, вне зависимости от своих специальностей, профессий, может, условно говоря, купить себе это оборудование, начиная с обычного компьютера, потом видеокарты, осип-майнеры, запустить это, заплатить розетку и начать получать там тот же самый биткоин. И здесь основная проблема в том, что чем больше таких людей появляется, чем больше этих майнеров появляется, тем скорость работы блокчейна начинает работать меньше. Потому что, если мы с тобой, условно говоря, а маяк, можно я тебя буду использовать в своем спече? То есть, да, окей, да у нас с тобой вообще не получается никакого консенуса до сих пор. То есть, если мы, допустим, с маяком говорим там, два плюс два равно четыре, да, да, все, консенсус произошел. А если все люди, которые сейчас с нами находятся, участвуют в этом процессе, нам надо со всем этим говорить. То есть, чем больше узлов, чем больше децентрализация, соответственно, скорость падает, падает, падает. Да, и если кто-то помнит, то раньше биткоин реально летал за 12 минут. Вот был 12 минут, он и там. Сейчас можно биткоин ждать, ну, там, если за три часа дойдет, то это победа. Вот, честное слово, победа. Да, сейчас есть лайтинг, но это отдельная тема. Да, мы берем саму суть. Proof of Stake – это же намного более быстрая технология, когда токены летают быстро-быстро-быстро-быстро. Но те узлы, которые совершают именно, они поддерживают децентрализацию, их ограниченное количество. То есть, условно говоря, кто-нибудь слышал о таком блокчейне, как TRON? Ну, USDT, TRC-20. Да, да, да. Блокчейн PRO, USDT, TRC-20. Да, да, да. Отлично, отлично. А вы знаете, что там всего лишь навсего 27 компаний, которые контролируют всю децентрализацию. То есть, если им завтра, если они завтра с похмела проснутся и скажут, мы не хотим нам поводить, то у вас никаких USDT, TRC-20 никуда не пойдет. Соответственно, почему мы выбрали блокчейн Тезис и его архитектуру? Потому что он объединяет в себе архитектуру Proof of Work и архитектуру Proof of Stake. И назвали они это Liquid Proof of Stake. То есть, если у тебя есть хотя бы минимальное количество монет, да, неважно какое, оно может устанавливаться, например, в блокчейне MindPlex, это миллион майнер, так называемый мегамайнер. Ты можешь участвовать в децентрализации, создавать блоки и подтверждать эти блоки. И самое главное, что в этом консенсусе есть, то, что кто-нибудь вообще занимался BOSS, делегейтинг Proof of Stake, то есть отправлял монетки, чтобы получать другие монетки. Тот же там TRON, тот же EOS, там на Dendermint. Там смысл в том, что ты, когда монеты запустил, ты сразу начинаешь получать награду. Но, когда ты монеты эти выводишь, тебе надо ждать некоторое время. Соответственно, здесь же другой механизм. Ты монеты никуда не отправляешь, ты привязываешь его к кошелек и монеты у тебя всегда в работе. Но, они запускаются, чтобы получать награду, они запускаются через определенный момент времени. Поэтому, если ты их будешь выводить и заводить обратно, то ты опять теряешь время. И здесь, когда мы дошли до этой идеи всей своей команды, мы поняли, что можно создать некий резервный, резервный долген, который мы назвали токеном MINE. И этим токеном MINE мы заменили что? Розетку, киловатты. Мы заменили оборудование. Мы заменили проблемы, куда это установить, чтобы это не отобрали. И добывать мы будем что? Токен PLEX. То есть, по сути, токен MINE, токен MINE это оборудование. А токен PLEX это тот самый биткоин, который мы добываем. То есть, мы ушли от проблемы в первую очередь какой? То есть, а почему вы используете два токена? Мы используем два токена, потому что если использовать один токен, либо это придет к гиперинфляции, либо это придет к тому, что люди начнут терять свою прибыль. Мы же заявляем о том, что мы даем 20% прибыль и мы ее гарантируем. Мы это обеспечиваем тем, что у нас есть токен MINE, который добывает, и токен PLEX с моделью группы Рабиткоина. То есть, если брать математику, которая сейчас у нас есть, то что у нас есть 259 миллиардов токенов MINE и есть 414 720 000 токенов PLEX, то изначально эта математика разросла из того, что нам предложили такую идею, то что, блин, ребята, не хотите сделать что-то там? Ну, модернизировать биткоин. Эту модель мы назвали X12 биткоинов. То есть, сколько биткоинов изначально за каждый блок появлялось, знаете? Нет. 50, отлично. Сколько блоков в биткоине минут? 10. Тут мы чуть-чуть, конечно, 2 минутки украли. Нам надо было 12. Украли. И через сколько происходит хаулинг в биткоине? 4 года. 4 года. А теперь смотрите. Токен PLEX. Каждый блок 600 токенов PLEX. То есть, 50 умножаем на 12. Блок у нас не 10-12 минут. Ну, тут чуть-чуть пришлось. Одна минута в Тезосе. И, соответственно, первый хаулинг у нас был через сколько? Не через 4 года, а через 4 месяца. И от этого мы начали плясать. Соответственно, как резервная монета Token Mine, мы решили, что это будет не волатильная структура. То есть, всем хочется понять, что если я взял бутылку воды, завтра это не будет пол бутылки воды или две бутылки воды. Поэтому мы решили сделать, по примеру, Tether, USDT и так далее и тому подобное, то что у нас есть некая стейбл сущность, которую компания контролирует именно таким образом, что ее можно купить, в принципе, только за 1 цент. И дешевле ее никто продавать не хочет. Наша награда теряется. Таким образом, мы решили предложить схему того, что чем меньше токенов Plex или больше вы получаете, его стоимость растет. То есть, команда проекта всегда говорит то, что ребята, мы вам даем награду в долларовом эквиваленте. То есть, лонгай, если у вас есть 1000 долларов в токенах Майт, вычислительная мощность на 1000 долларов, вы получите такое количество токенов Plex, которые вы через месяц можете продать за 200 долларов. И такой вопрос возникает. Ага, так, мне уже там все кричат то, что я затянул немножечко. Простите, пожалуйста. Да, я люблю. Извините, мне очень нравится эта тема, потому что это мой ребенок, это мой продукт. Не-не-не, дождите, дайте хотя бы еще две минуточки, я закончу от сердца, да, от сердца. Здесь просто мы как бы разговариваем о том, как мы победили волатильность, а я, в принципе, рассказываю всю основную технологию. Очень извиняюсь, у меня было 15 минут, но за 15 минут я даже кофе себе не приготовлю, поэтому простите еще раз. Смысл в том, что есть, если по-простому два токена берем, как мы победили волатильность. Есть золотой стандарт, это токен Майт, и есть токен Плекс, который добывается. И смысл в том, что мы заложили формулу таким образом, что токен Майт это спрос на токен Плекс. А токен Плекс это само предложение. Так как в нашей системе, в принципе, все токены Майт, которые находятся у людей на руках, они все добывают токен Плекс, спрос на токен Плекс растет. А эмиссия токена Плекс прописана на алгоритм этой блокчейна, она либо равна, либо уменьшается. Соответственно, в нашей системе спрос всегда растет, а предложение всегда уменьшается. И самое главное, чего мы добились, то что, так как мы используем архитектуру блокчейна Тезиса, то что монетки в работу, вот этот спрос, который хочет добывать токены Плекс, он не сразу включается в работу, а через 7 дней. Мы знаем спрос на сегодня и на 7 дней вперед. Поэтому по математической формуле мы знаем токены Плекс на сегодня и на 7 дней вперед. Если бы у меня сейчас был кликер или CoinMarket.com, или биржа, мы бы с вами увидели, как это все работает. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Я думаю, как всегда ускорился, но очень доступно, очень информативно. Всем все понятно? Да. Да. Что мало? Да. Было его мало? Владимир доступен сегодня весь вечер. Конкретно для вашего столика. Да. А так все понятно? А что вы поняли? Все, что вайн, это что? Спрос для чего? Спасибо. Дорогие друзья, на самом деле, сегодня спикеры рассказывают общую картину, но мы для того и собрались, чтобы на автобате, на гала-ужине можно было подходить и спрашивать. Не стесняйтесь, пожалуйста. Уточняйтесь, спрашивайте. Сегодня? Вы... Да, сегодня. Где это? Можно ручку увидеть? Кто это только что был? Я отсюда не вижу. Я отсюда не вижу. Я вам сейчас подаю. Друзья, тем временем, я с удовольствием хочу пригласить нашего следующего спикера. Мы узнаем подробнее о продуктах компании. Владислав Бабицкий. Прошу вас. Привет. Добрый день. Я очень рад вас здесь видеть. Хочу предупредить, что я не спикер, я не публичная личность и мне чуть-чуть сложно это рассказывать, поэтому я постараюсь максимально сделать процесс быстрее. Так, ответа. Интересно. Значит, я сетер компании Майнплекс, простыми словами технический директор и отвечаю за выпуск и техническую реализацию всех продуктов нашей компании. Поэтому, если вы сталкивались с какими-то ошибками или багами, просьба у меня не бить за этими дверями. Но ко мне нужно подойти и пообщаться по всем техническим вопросам после того, как мы завершим. Я открыт рад нашему диалогу. Возвращаясь к ошибкам и багам, хотел бы вычеркнуть следующий момент. За последний год, я чуть-чуть вас, так скажу, внедрю в наши процессы именно разработки, мы расширили компанию и наш департамент до такого уровня, что на каждый продукт выделяется от 4 до 9 специалистов. Он плавающий, зависит от наших сроков, от планов реализации, а продуктов у нас 8, и это не считая административного персонала, тестирования, дизайна и отладки. Поэтому, элементарно то же самое, Microsoft 20 лет не может исправить какие-то косяки в их сервисах, в их приложениях. Мы стараемся 24 на 7, и это правда, отрабатываем всю безопасность, чтобы ваши данные и ваши деньги были защищены. Спасибо вам. Альга Олег. АК. Альга Олег. Большое,も. Продолжение следует... 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 Ну, то есть как продавец, он сейчас находится в амстазии переработки и будет использоваться только как платформа. То есть мы открываем, так скажем, AVD, наверное, будет использоваться как в Алиэкспрессе, но чуть-чуть по-другому. И этот продукт будет работать с банковым, с нашей эквариумной платформой. Работать будет на B2B, B2C и B2C сектор. В ближайшие 3-4 месяца мы откроем функционал для добавления товаров, для интеграции с платформой, для интеграции с какими-то вашими площадками, медленной бухгалтерией, строительными сервисами, таблицами для импорта, экспорта и введения продаж на данную площадку. Также в настоящий момент мы разрабатываем отдельную образовательную платформу, для того, чтобы поднимать грамотность, там будут проходить конференции, включения, мануалы, выпукнуть информацию в бесплатном, в платном виде. Так что мы можем следить за этим новостями и проследовать. Майнерекс Мани, что это такое, еще мы не спрашивают. Значит, это полноценная платформа, которая будет работать не только с Киатом, но и с Киатой. Мы уже проводим интеграцию и внутреннюю, плюс эта платформа будет работать с нашим интернет-баном, то есть вам не нужно будет открывать эти счета. У вас есть 5-5-5 накаплив, вы можете выбрать себе конечное использование и пользоваться данным сервисом. Все транзакции по Киате, Киату будут приходить к вам на агенте, на ваши счета. Отлично. Также этот проект будет работать на B2D, B2C и B2J. В данный момент мы проводим встречи, подписи документов по правительственным, так скажем, проектам в отдельных регионах СНГ для использования Майнфлекс Мани уже регионов. И последний продукт, который все же вас ждут, это Майнфлекс Банк, мобильный пехтобанк. Первый кросс-файд продукт в мире и первый диджитал панк в мире. Почему первый? Потому что диджитал значит использование в общении. На данный момент он есть только у нас. Спасибо большое. Моя речь подходит к завершению. Я очень сильно благодарен всей нашей команде. Я делал разработки и маркет-мейтинга. Всем нашим ребятам, всех, кто причастен к этому, нашим организаторам. И в первую очередь, я безумное благодаря вам за ваше время, за ваши силы, за ваш неимоверный труд и за вашу веру. Поэтому я поздравляю всех с днем рождения. Ура! 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 Здравствуйте, здраво! Кстати говоря, о новостях, дорогие друзья. Мы сейчас дошли до очень важного и интересного момента. Уверен, этот момент запомнят одобрый. Встречайте! Фёдор Покородский и Николай Словина! Здравствуйте, господи и господи и господи и господи! Я очень всех вас видеть здесь. Я с юга, я с юга Америки, Латинской Америки, из маленькой страны, которая называется Улбайк. Может быть, многие смешанные благодаря футболу, благодаря Уисту, Варесу, Егофорану или Кабани. Там он с вами за который тусается. Достигает, приходит ценой за результат. Так что экономит, в принципе, да? Соответственно, Михаила вы уже знаете. Михаил мой старинный друг, мы знаем больше, что это среднего друга. И это не первый проект, который мы делаем вместе, банковский проект. Я больше имею опыт в сфере банковских технологий. Михаил по применению прикладного банкинга, инвестиционного банкинга и классический банкинг. Поэтому в данном проекте мы получили довольно хорошую синергию в реализации, в интеграции банковских технологий, инвестиционного банкинга и крипто. Сейчас вы знаете, что геополитическая ситуация меняется очень сильно в мире. В подтверждение тому развитие криптотехнологий, криптоиндустрии. Это популяризация всех разрезов биткоина, эфира. Это объявление новых продуктов, как плекс и майн. Сейчас очень хорошее время для реализации потенциала, потенциала, который имеет майн. Потому что, в отличие от других криптовалют, он построен таким образом, что постоянно обеспечивает охотность. Но я хотел бы сказать, что майн-плекс, он только рождается. Хотя его год, но он продолжает майнить. И меня многие спрашивают, а что будет потом? А что будет после того, как майнить закончится? Ну, на самом деле, потом будет начнется настоящая взрослая жизнь. То есть потом, как раз, будет реализована инфраструктура приема плекса, задноделанной, собственно, майн-плекс. Для чего мы внедряем собственные инструменты поддержа, как карту майн-плекс, как карту мастеркард с приложением майн-плекс, которые позволят обеспечить доступ к плексу, собственно говоря. Я думаю, что здесь должно быть какое-то видео интересное сейчас пройти. Спасибо. Отлично. Бомба. ... ... Спасибо. На самом деле это довольно сложный этап, и мы должны обеспечить доступ к инструменту с любого места, любым способом. Будь то у вас карта в кармане, будь то у вас какой-то платеж в интернете, или вы стоите под банкоматом и хотите получить наличные с кошельками. Мы это все обеспечим. И в этом случае есть пересечение нескольких уровней продуктов, если мы говорим о банкинге. Это C2C, безусловно, то есть это когда происходят платежи между владельцами кошельков. Это B2C, когда вы идете и покупаете в магазин что-то по Майклесу, мы обязательно вам сегодня покажем, как это происходит, как это работает. Когда происходит транзакция именно Плексов, минуя ФИАТ. Это B2B, когда мы, например, в настоящее время строим платформу интерадекватера. Это некая платформа, которая позволяет подключать продавцов к себе, которые могут принимать платежи Плексов. То есть мы предоставим возможность принимать платежи Мастеркард, Visa и в том числе Плекс. Ну и, конечно, B2G. Вы знаете, что мое имя связано с сведением первого мини-баскарственной биртовалюты от Петра Мельсуэля. Я нисколько этого не стесняюсь. Я не знаю, что эта страна попала под санкции. Мы это так сделали совершенно бесплатно. Мне позвонил президент и просил помощи. Реально просил помощь руки. Мы не взяли ни одного перца за нудрение продукта, потому что для нас помощь и дружба – это самые важные моменты в жизни. Меня здесь, кстати, ребята сейчас спрашивают много, а что у тебя часов нету? Что у тебя нет ничего в украшении? Я говорю, ты знаешь, ничего не коллекционируешь. И я всегда отвечаю, а знаете, что у меня, мне это совершенно все не важно. Когда я познакомился с президентом Ульгае. Наверное, Кабы совершали годы после МОХИКА. Это самый социальный президент и самый бедный президент мира, который всю свою деятельность и все свои доходы направляет на помощь детям, помогает людям. Так вот, для меня самая главная в жизни – это не деньги, это не золотые украшения, а друзья. Я акционирую друзей, поэтому мы с Мишей, вы уже в нашем месте. Для меня это самое важное. И почему я в Монтрексе? Потому что мне очень понравились люди. Я реагирую только на добро, только на добрых людей. И у Абонсака Александра я увидел, что какую-то уверенность в том, что он делает. Я, конечно, его прогнозировал, безусловно, и я прогнозировал, как работает блокчейн, потому что, вы знаете, в современном мире очень много проектов, которые заканчиваются, не начавшись. Но это мы так не можем сказать о Монтрексе, потому что Монтрексе построен таким образом, что, родившись и даже если закончится майнинг криптовалюты, мы обеспечиваем инфраструктуру, где этот продукт будет продолжить. Например, битуджи мы можем ставить на устройство приема для Монтрекса. Мы можем интегрировать майнинг в сети приема платежей. Мы можем обеспечивать P2P-платежи на основе карты Мастеркарта Visa. Мы можем поддерживать причисления в наш кошелек с карт Мастеркарта Visa других манков. У нас все это уже существует. И мы имеем в этом опыт более 20 лет. Так и Михаил, так и я. Осталось только внедрить. Соответственно, если, например, говорить о Ругвайе, то Ругвай узнает очень маленькая страна. Что она производит? Она производит мясо, вино производит. И футболисты вражают. Вражают футболисты, которые признаются одними из лучших в мире. Но родился Ругвай довольно интересная. Это территория, которая принадлась в Сан-Арсу. Она в различные предприятия частью Бразилии. И раньше Ругвай заставлялся вплоть до Сан-Пау. Но потом он отлучался и наличил самостоятельность, которую обеспечивал Пуцер Тимис, первый президент. И, как считается, он лидер нации и основательской страны. И во время Великой Отечественной войны Ругвай процвался тем, что он поставлял Пуцовку. А после войны он продолжил этот бизнес и, помимо логистики, предоставил лендинг. Лендинг про Ругвай и Валию, у которых не было доступа и нет доступа в БКР. Он предоставил его в шортный торм. То есть для продажи, для мер поддержания международных контрактов он предоставил инструменты, как это оптимальнее сопровождать эти бизнесы международных и международных контрактов. Почему я об этом говорю? Потому что в нашем случае мы тоже обеспечим лендинг. Мы обеспечим лендинг основному продукту Майнерса. Это один продукт Майнерс. И обеспечим его, представляя путь к океану. Предоставляя дорогу в инфраструктуру, в всемирную инфраструктуру, в которой нет границ, нет никаких ограничений. И, соответственно, один из вопросов, который всегда мне задает Александр, это кросс-поиненция. Это такое модное очень сейчас выражение, и которое мало кто понимает. Что такое кросс-поиненция? Крос-поиненция – это обеспечение банковских технологий, банковских продуктов с клип-продуктами. То есть это как раз возможность заработать, в первую очередь, заработать на самом токене. Во-вторых, превратить токен в другую криптовалюту, либо в фиат. Это сделать платеж в криптовалюте или в криптовалюте, пользуясь собственным прошивком, который мы сейчас создаем на основе технологий мастер-карта, вы знаете. Соответственно, иметь любой инструмент для доступа к вашим средствам, которые у вас всегда собирают. Ваши деньги, как Михаил сказал, не в банке, а в трех средствах в свое время. Это модно началось довольно давно. А вот сейчас, вот эти годы, показывают тенденцию, что особские банки – это единый. То есть мы и есть банки, как среди цифровых банков. Поскольку не виртуальный банк. Потому что многие говорят, что «а, банки – это тоже самый виртуальный банк». Мы и совсем так. Разница между виртуальным банком и цифровым банком стоит в том, что с этим банком в работе… А как он заряжается? А у меня «Сибирь» смотрят, пишут. Не могу. Дайте купить. Пожалуйста. – Зачем так planet? Алисовки? – Николик… – Алисовки? – Алисовки? – Алисовки, быстрее, быстрее. – Алисовки, быстрее. Можешь, чуточку, быстрее. – А я прямо приятную? – А я прям с тройков не буду. У меня, я однажды ехала. Все остальные отпадали прям по одному. Сейчас мы хотели вам показать что-то интересное. У вас в Питере есть такой вот конвертик. В этом конвертике лежит карточка. Эта карточка выпущена довольно просто. Я имею в виду глубин, который у меня был. У вас есть компания, которая просто покупает. И, соответственно, в области много непростой, чтобы не более простым языком показать и висеть, как она работает. Здесь, на обратной стороне, есть это кошелька. Ну, представьте, например, Михаил Завелевец, владельцы карты. А я какой-то некий магазин. Продажа, например, хорошего питания. Вот у нас есть пост. Он тоже с логотипом Майкерса и брендированный. Он включен по предыдущему центру Майкерса. Который может обслуживать не только по-триминалу, но и по-триминалу, в делах, в локоматах, производить демиссию и занимать с Белоруссоцией и протяжной системой Майкерса. Ещё важно, что Михаил не сказал, самому главному, что он, так сказать, посылал двое сложную систему. То есть, фактически, Михаил предоставил Майкерс, входят в конкурс с лекарства Майкерса, с системой Майкерса. Служит лицей, который сбил Майкерса. Поэтому мы не работаем в данном проекте, а мы не имеем прямой доступ к созданию в определенной системе музыка. Между нами никого нет. Выше не получится. Отдаление. Чуть-чуть. О, отлично. Соответственно, от этого зависит определенное отсутствие этой ничьи, которая от часа была и у вас лучок не можете снять. Благодаря тому, что из своей банковской системы все впоследствии в результате, мы всегда можем решить. Даже если программу не разбирает, мы решили, а мы не можем решить. Допустим, что я магазин, я сторонник, я проводил карты. Я выберу операцию, ну, допустим, я выберу дебетную операцию по продаже. Это ОВС-американская система, она позволяет инвестиционность клиентов. Но я не стал проделывать этот фейс, чтобы он тут наиболее для вас исполнился. То есть я вошел в номер 100%? У вас на сегодняшний день. Вошел в число продвижений, так называемые нюброды кода. То есть я могу продать, не говорю, используя коллекции, а могу продать сразу. То есть сразу, взяв коллекции, на каширок, на магазин, потому что этот пост отказан к каширку магазина в режиме реального времени. А карты, как я сказал, отказаны отношения в режиме реального времени. Или из них вот, ну, например, один отец, один отец. Потом они следуют, ну, как кажется, ночью работают просто 10 минут. А что, рисунок, да, допустим, там. Спинборд. Давайте посмотрим, насколько быстро в этом зале проходит операция. То есть она поздна. Мы сейчас поехали через Вендера. Вендера. Я не хочу сказать, а операция прошла. Операция прошла в прессе. Ему не только, но и ела — это прямая операция. Да? Ну, давайте отпустим, пока она прошла. Она прошла. Началась она после финала. Прошла через провайдера депутационных услуг Радских Эмиратов. И дальше пошла на угол кармазон, где стоит наша система в процессе. Получила ответ. Вернулась в инфраструктуру инфраструкционного провайдера и на этот пост терминал. А все время ушло меньше. Вы знаете, по-меншему инфраструктуру мы уже получили. Чехо свечательно из пост терминала. Мы не говорим о том, что это какой-то сувакат. Нет. Эта карта имеет двойное значение. Мы говорим о том, что карта в картах. Карта в мастер-карт, которая будет привязана к шишку, и карта собственная. Какая в этом разница? Дело в том, что мы криптовалют до сих пор соответствующие банка по некоторым вопросам. Именно вопросы антимагиланы и новой астмами. И зачастую карта в мастер-карт не может продлежать этой информации, которую мы сможем продолжить по собственному задумку. Но в то же время без карта в мастер-карт ваши прогулки будут аналогием. Да, т.е. ваш прогулок будет аналогием. Потому что в отсутствии карты в мастер-карт вы не знаете доступ из будущих мира. Это очень важно. Мы тут поехали отдыхать. И вам нужно рассчитаться за стык. Можно рассчитаться с вашего комплекса в мастер-карт через несколько минут. И сегодня очень важный момент. Ваш момент тот, что, безусловно, мы с Михаилом и с Александром этот проект готовили довольно долго. Т.е. это он не выкатывался за один день. Мы работаем уже несколько месяцев плотно. Т.е. он был в процессе, мы сделали привязанные кошельки к кошельку. В настоящий момент мы находимся на интеграции кошелька и с поддержкой системой мастер-карта при помощи Михаила. И сегодня у нас тоже довольно верховый день, я могу вам сказать. Сегодня мы подытожим результат, как мы дальше будем работать с мастер-картом. И сегодня мы подпишемся на предсказание. Александр, я очень прошу выйти теперь. И нам нужен другого договора, который мы должны тут писать. Он должен вот его сейчас на дальнюю пересет. И так это соглашение, о чем говорит это соглашение? Это говорит о том, что мы завершили интеграцию технической, и с сегодняшнего момента мы начинаем в результате синсификационного процедура принадлежит в нашем жиле уничтожить. Реально. we'll be here. В настоящий момент он все это нам alors завершили. Поэтому у нас есть шестьдесят вершин! Мы можем рассказать, что это такая большая чертня, восхождение и решение. Пожалуйста. Александр, мы вернемся еще немножко там уже, а сейчас мы с Михаилом расскажем вкратце о тех платформах, которые будут доступны по факту интеграции мастер-картер-приложений. Ну, это, как я вам сказал, называется тендер-банк, это эмиссия так. Эмиссия так и мастер-картер. Что у нас эмиссия так и мастер-картер-шекартер? Ну, на самом деле, давайте я чуть-чуть расскажу о том, почему это стало возможно вообще, какой продукт вы создали, и почему это стало возможно интегрироваться с плексом, интегрироваться с тот, который занимает плексом. Это то, что мы, разработчик, который позволяет клиенту видеть его суммарно расстаток по всем валютам на его счетах. Фактически у вас может быть остаток в польском злоде, в американском долларе, в английском банке, в евро, в рублях, в чем угодно. Он соберет все эти остатки вместе и показывает вам, какая у вас покупательская способность с вашего счета суммарно. Могли лучше, чтобы инвестируете из одной валюты в другую, чтобы сделать контакцию. Могли лучше делать ничего. Вы получаете в одном, один клипинг, один лодом карты, вы получаете все, что вам необходимо, вам ничего не надо для этого делать. Вы просто следите за общим покупателем, в вашем счету. Значит, дальше мы совместно с байфлексом добавляем сначала, как байфлекс в общий решет. То есть, так много же мы получаем, что у нас получается будет валюта по счету, которая поддерживает 30, 60 и 1 валют, плюс байфлекс. То есть, насколько я понимаю, мы можем работать не только с актом, а мы можем делать полтяжение из другого банка, банковский трансфер на решетку. Беспорно. Из старшинка на банковский счет. Да. То есть, в момент, когда вы будете загрузить уважение, вам придется платить достаточно простую рефикацию, дальше вы получаете сразу же английский альтернатор и счет в английской системе, то есть вход для этого банка. То есть, таким образом, мы постараемся абсолютно международный счет, с которого вы можете платить за целый мир. Эта система рекомендустрируется и в системе, и в российских платежей, и в швистке, и в фастор-пэмлике различных системных платежей. То есть, о чем мы получаем, фактически, в одном приложении, мы получаем и мастер-карты, и все вам можете снимать эту карту. И хранение, соответственно, вашей монеты, вы тоже можете хранить у нас в швистке. Соответственно, у вас, при этом у вас извлекает вообще ваша басковская способность вашего счета. То есть, таким образом, мы объединили все эти технологии, и мы вскоре сможем выйти на рынок с таким вот, на мой взгляд, уникальным форматом. Но это одна часть. Часть называется «симиссия». А есть еще одна вторая часть, которая тоже присутствует в швистке, она тоже присутствует в швистке, называется «эквамен». Что нет «эквамен»? Эквамен, когда кто-то принимает чудо-карты. Но сейчас все получается так, что в «эквамене» часто ли два человек и только у этого человек, а два человека, которые сразу будут. Именно вот такой «эквамен» был тоже реализован в кошельке. Тоже реализован через представление, частности, мастер-карта и продукты визитку. То есть это когда у меня есть карта, например, одного банка, CityBanker в Нью-Йорке и Риттербанке в Москве. Я хочу при помощи нём обновить свою карту, кошелёк через карту, которая висит за мою. Значит так же в равную сторону. Это называется банк. Это что касается кошельника. С другой стороны, имея кошелёк, вы можете оплатить вашу покупку на маркетпрессе, о котором говорил Владислав, например, на прошлом году. Это когда ты сканируешь код в экране мобильных телефонов, либо когда ты вбиваешь данные карты, мастер-карты, которые мы не монтируем, либо локальную карту, либо чужую карту мастер-карты провиза, для того, чтобы что-то купить через плекс. То есть не через доллары, гемо, а напрямую с вашего локарства, спешивая с плекс, распространяется электронным магазином, который открыт на платформе Маккер Тейзер ДНР. Есть ещё и третий уровень. Третий уровень эквайтера, он называется инфраструктурный или терминальный эквайтер. То есть это когда существуют многоматные сети в разных числях мира, в разных числях фета, в которых у вас есть доступ через карту мастер-карты. Доступ, он двойной. Это зависит, конечно, от банка эквайтера, но прежде всего вы можете снять наличные с вашего локарства, в разных числах, то есть преобразовать буквы альплексы в буквы альпиады. Другая вещь – это когда вы можете пополнить спешивок. Дело в том, что некоторые эквайтеры, некоторые локарматы позволяют иметь возможность исполнения счета, то есть вежую строгу, то есть они могут переработать, веже и после, извините. То есть когда можно положить деньги на ваших аквайтерах, когда вы это осуществляете, естественно выполняете технологические ваших шерплексы, и из этого машинка вы можете провести ту операцию, дальше которую вы хотите совершить. Есть еще и четвертый уровень, он более сложный. Что это за уровень? Вы работаете на завооплощадке и биржевой площадке. То есть когда вы обходите, продавите товар, либо между собой, либо вы покупаете… Это может происходить в виде агрессивности или китупи, например. То есть когда возле компании, она рассчитывается за что, а другая компания – железо, углы, металлы, риски. Мы тоже обработаны этим инструментом, а здесь под фишки в этом уровне. Ну и первый уровень, наверное, он самый важный для развития китупи, это когда государство признает китуполюду. Вот так, например, Венесуэлл, где мы вместе задавали проект, он живет, несмотря на осужденные политические устройства, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов. Технически и технологически он живет. И когда я недавно посетил эту страну, я увидел, что он развился в такой степени, что люди платят, ну, во-первых, они получают за заплату в ЭПЕТО. Они платят между собой, они рассчитываются в ЭПЕТО через мобильные положения. Они платят налоги в ЭПЕТО. То есть на цепочке настолько завершенный цикл получается, что, по сути, население не используется, ни среди не бизнеса, но лично не используют нулевые, то есть на самом деле. Это очень интересная фейс. И, пожалуй, я такой фейс знаю только один из них. Так и чему я это говорю? В том, что в этом квартале следующего года Майнкрафт тоже предложено использовать, участвовать в одном пилопроекте в одной из стран СНЗ, на 5 дней и правда, да, то есть этот год он временный, показать, как при помощи Майнкрафта можно решить государственные задачи. То есть получить пособие прокатронировать платеж от величества лица от гражданина страны в сторону устава. Я пока не буду скрывать детали этого проекта. Он пока находится в совании. Но я думаю, что, во-первых, это не единственный наш проект, который мы будем делать. Поскольку к нам действительно обращается государство, среди сотрудников, которые мы получили на выделение китации за первые дни государственной рекламы, в этом отношении мы намерены сильно развивать и сильно развивать P2G для того, чтобы крипт индустрии развивалась в целом. Мы не говорим, что он даже только от версии. Мы говорим в целом крипт индустрии, потому что это не будущее, а оно и сейчас. В общем, в будущем мы сегодня уже в нем находимся. Обратно вопросить не может, понимаете? Ну, вкратце, о чем я хотел сказать. Я думаю, что Александр сейчас продолжит мое выступление подвода в топов за самый топов. Я хочу еще раз вам поблагодарить за то, что я увидел огромный интерес у вас. Несмотря на то, что я сам должен быть страной с горячим инвентаритетом, но здесь жара еще больше, что он проявляется на интересе, проявляется желание что-то сделать вместе, вместе с нами, да? Вот такое я вижу впервые в жизни. В общем, большое спасибо вам за это. Поехали! Как же это все? Продолжение следует поддерживать наших спикеров, Того, Город Скинг и Михаил Строганов. Я хочу играть 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 Но я уверен, что следующий человек Удивил еще больше Самые громоглазные Адболисменты Встречайте! Александр Милосилита! Пирожик Спасибо всем! Спасибо всем! Теперь смотрите, я хочу этим продемонстрировать, насколько технологии сейчас умные. И вроде бы это просто технология, но насколько она уже живая, да, вы его хочете попробовать, поддислить, да, смотрите, это просто механика. И Майндтекст это тоже технология, ему приедут и имеют огромную душу, которую хочется потрогать в жизни и в целом. Вот. Я хочу сказать, что сейчас я не буду вам говорить много вещей, рассказывать о проекте и все так и прочее, потому что до меня уже все мои ребята, с кем я работаю, моя команда рассказала вам, как мы это делали. Вам вообще что-нибудь видно, ребят? В общем, вышла собачка, такая робот-собака. Мы начинаем сегодня эти дела ничего. Вообще просто невозможно. В смысле обалденно. Мало кто знает, как начинался Майндтекст. Мало, уже год прошел. Но я помню эти бессонные ночи, когда мы с Бадом засыпали прямо во время трансляции с Дума. Мы засыпали. И когда просыпались, открывали глаза, опять начинали работу на Майндтекст. Вы представляете, сколько и так на протяжении... Бомбически видели. Молодцы. Молодцы. Все побежало к себе. На протяжении трех месяцев у нас не было возможности увидеться, пообщаться. только в Зум. Больше ничего. Кроме Зума мы ничего не знаем. И... Привет. Вот. В целом, я когда начинал проект, и в целом концепцию проекта, мы с Лобой и с Пашей обсуждали эти все моменты. У нас было много идей, но... Мы всегда говорили, что нам нужно сделать такой проект, чтобы он прежде всего помогал многим людям. Это было, наверное, массовый инструмент. И... В Вове была поставлена задача, Вова ты должен придумать. У меня все говорят, что я ставлю задачи какие-то абстрактные. Я говорю, надо сделать, и все. И они думают, как же это делать, и... Что они... Они ночами не спят, днями, и... А я постоянно спрашиваю. Сделал, сделал. И когда возникают какие-то проблемы на концепции, мы в целом все вместе их решали. Правильно? Всегда. Фаша, его супруга, прекрасная Настя. Я их люблю, обожаю. Они со мной изначально... Что бы ни было, они всегда со мной. Ну, что бы ни было, даже не в Майндлексе, в других проектах, они со мной. Всегда. Рядом, преданные друзья. Я очень... Очень счастлив, что у меня есть такие... Такие сильные... Настоящие... Репортубные друзья. Которые не смотрят ни на деньги, ни на какой статус, ни на тот, кто ты вообще есть. А просто из-за того, что ты такой хороший человек, перед ним с тобой интересно. Все. Мы друг другу очень сильно помогаем. И еще до Майндлекса я часто приезжал в Москву, и Паша, когда знал, что я приезжаю, он за тысячи километров прилетал, чтобы просто на два дня со мной увидеться, пообщаться. Но это еще до Майндлекса 3-4 года назад. Вот. Это говорит, насколько же интересная сущность человека. Я хочу поблагодарить каждого члена команды, сегодня, который здесь и сейчас нету, и кто же сам к нам рядом. У нас проект в постоянном режиме за 60 человек. Это высококлассные специалисты, которые мы отбирали, с кем мы работали. За целый год, есть хорошая статистика, за целый год, среди моей команды, я никого не уволил. Никого. Наша команда только развивается. Она только увеличивается. И мы, не знаю, там, у Влада, конечно, бывают слишком моменты, там, может, кто-то его не устраивает, он его увольняет, но лично тем, с кем я работал, мы только увеличиваем наоборот. Увеличиваем персонал, привлекаем. Настолько интересных людей в команде, я всегда вас встречаюсь с каждым. И стараюсь с каждым пообщаться, понять, ком есть. Потому что у нас нет тоталитарного подготовления, там, вот, мы должны, там, плохо, нехорошо, должны работать. Ну, прежде всего, работа должна приносить удовольствие, я так считаю. И так, я думаю, у нас вступительная часть очень сильно затянулась, поэтому, пожалуйста, видео, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 здоровьем, сейчас на лечении в Штатах, он пытался, очень сильно пытался выйти хотя бы на зум, но ему только сказал, не сходи в состояние, не сходи в лучшую жизнь и шахи. Поэтому он написал в своем LinkedIn поздравительное письмо с днем рождения и написал в своем Twitter, что он сожалеет, что не может доставить здесь. Он позвал нескольких своих друзей с королевской семьи, чтобы они поддержали нас с сегодняшним днем. И я думаю, это показывает, насколько он серьезно относится к проекту. Человек, который уже очень сильно болеет, при этом у него есть хоть немного времени думать о проекте. Вы должны понять, насколько в это время вы все познакомитесь с ним тоже. Вот. Сейчас здесь у нас очень большие команды, большие лидеры. Я вижу Киргизию. Я очень сильно люблю регион Киргизский. Я четыре раза там был. Они молодцы. Они на ума за три-четыре дня собирают тысяч-четыре тысяч человек. Вот. Просто звездом, можно сказать. И вот. Гюльзира. Гюльзира. Наша красавица. Она является топом лидеров. Она мать всех вот этих ребят. Гюльзира. Поэтому. Смотрите, как они красавцы. Они очень хорошие. У нас есть Германия, вон Алла. Вот. Казахстан. Я не видел Казахстан. Но, к сожалению, может быть. Да, Россия есть. И Россия... Россия есть в полном объеме, с регионами вместе. Поэтому я очень рад, что это все благодаря нашим людям, которые продвигают наш проект. Это Алексей Юлилов, Али, Зумире, Косте, Саше, всем, кто есть. Ну и тоже некоторым людям, которых сейчас здесь нет. К сожалению, или не знаю, как это объяснить, но не все смогли приехать, виду, выделить время, деньги, ресурсы какие-то. Мы, может быть, обладаем какими-то деньгами, но не обладаем временем, да, просто прилететь, элементарно, потому что это не так быстро. Вот, у меня здесь есть срочет, я его тоже обожаю. Это мой, мой, сам веке с премиумом. Я его всегда учу, я говорю, что мышление должно быть, мышление делает человека. Не нужно быть пессимистом. Если бы тебе Бог дал мышление, ты просто позитив выключишь, и у тебя все получится. Потому что есть такое понятие, почему ты, если ты несчастный, значит, ты очень мало улыбаешься. Понимаете? Если вы несчастны, просто побольше улыбаетесь и все, у вас будет счастье больше. Поэтому... Ребят, вы такие все красивые сегодня. Здесь сегодня, да, я не буду говорить, чтобы все собрались. Здесь даже вся причастия моей команды нет, но я хочу позвать всех, всю свою команду, которая сейчас здесь есть, на сцену. Всех. За кадром. Аплодисменты. Так что сейчас в Германии нетной команды сречи, я хочу пожизнGH 79 человеку. И это ваши gordа вfu족ом. Ну, бы, что не cagesblocks. Это наша 50-я часть команды, которая сейчас здесь с нами. Это очень маленькая часть команды. И это основной фронт, то есть бэк-часть команды. Кто здесь есть склад команды? Лёдор? Боба? Владик? Всё. Самой Лёдор? О, Серёжа. Остальные все у нас работают на бэке. Вы не видели, не знаете. Танил, если вы не знали, это человек, с которым вообще что-то начинали. Человек, который посеял зерно. Давай что-нибудь сделаем. Это он. Качество каждого я могу перечислять. Каждого качества я могу перечислять. Чесань. Витя. Привосходный Арафар. Просто красавчик. Красавчик. Историк. Арктер. Аркетолог. Самый лучший и самый классный старик в нашей компании. Фёдор. Фёдор, как не надо, сказал мой близкий брат, он сказал, Фёдор, вы шейте и помните майка. Это Фёдор. Мукаш очень приятный, очень хороший. Он настоящий кирпель, друзья. Все его обожают. У него очень сложная была поездка сегодня, ему визу, он перелетает по прилету, оказывается, виза не готова, пришлось позвонить шею, он ему решил вопрос. Вазик, Вазик, это Беларусь, ну, все это скажут. Очень мягкий, очень радивый, но при этом очень близкий, близкий друг, мой друг, друг моей семьи, ну, вообще, самый очень хороший специалист, профессионал своего дела. Вова, 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 Вова это наш такой, как говорится, в семье всегда новый Вова. Даня, дико мне, Даня, Даня, для меня это лучший в мире организатор, который вообще существует. Люди, люди, которые знают, что Даня организовывал, могут это подтверждать. Не, Лольфа не только это, а еще другие вещи это. Андруха, 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 это мой брат, вообще, я свой родной человек, который только он, это нас называют братьям-близнецы. Люди, когда меня нету, с Андруха, пообщайтесь, ты скажешь, ты, Саша, а не брат? Леша, Леша это человек, который всегда задает много вопросов. Леша это тот человек, который задает много вопросов и не задает их в любое время суток. Леша, Леша, Леса, Леша, Леша. Леша, 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 Леша. И что, иногда задают вопросы, что можно просто сказать, не разумно, ты, не знаешь, когда нужно идти, но я его люблю, это, это мой, до самой жизни, и я его обладаю себе против. Потому что знаю, что у него никто не справится с этим человеком, который может за собой нести. И это все доказано, ему работа доказана цифрами, понимаете? Не просто словами, не то, что я говорю, а именно цифрами. 7 тысяч партнеров. Сережа, родной. Слушай, можно есть? Я вот мечтал, да, вот такое колечко, не всегда было, потому что надо, чтобы, вот прям, это концепт на телевизоре, короче, не отдыхает, это красавчик. Я об этом. Спасибо. Все люди делают. Спасибо. Спасибо. Сережа, я знаю, уже 4 года где-то, да, может больше даже. Но у Сережи всегда был класс. Я помню, когда я сделал первый взрослый проект, я пишу Сережу, что Сережа не делала. Будь шарфайзин, там будет 5 тысяч долларов. Потом я пропал на целый год и с Сережей не общался. Потом обиделся на него. Машуля, Машуля, иди сюда, Машуль. Машуль. Машетка, это наш бедный ректор. Она у нас, не буду говорить, кто, по-моему, кто-то скажет, но Маша очень талантливый человек и она красивая, но приятная кинюзика. Машуль. Сколько людей, да? Я, 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 я тебе по лоберу знаю, на отделку. Ты что? Вот. Машу я знаю недавно, но она вообще красавчик. Паша, я говорю, что Паша такой человек, там, если какая-то проблема или с кем я не хочу общаться, я говорю, Паша решила вопрос. Ну, я одну вещь могу сказать, что Паша не с кем не церемонится. Нету прелюди, там, ну, да, там, туда-сюда. Никакой вежливости, он говорит, слушай, ты вот так заполол, значит, нет у тебя ничего. Но при этом, если Паша подожжу чаще, любую, любую задачу, любую, которая связана с дискосборологом, найти какого-то человека, что-то сделать, там, поговорить, переговорить, там, что-то, какую-то концепцию разработать, Паша будет начальник как-то сделать. Паша очень ответственный человек. В него есть прекрасный друг, Анастасия, это наш... все тексты, которые вы считаете. Анастасия у нас журналист, очень хороший специалист, копирайтер, в целом очень отличный. Я очень рад, что мы с ним есть. Пашу мы знакомы давно, мы с Олежем познакомились совершенно недавно, год назад, когда проект начался идти. Но он мне сразу понравился, человек очень скромный, но при этом у него есть такое хорошее качество, когда он входит только туда, где он верит, потому что он очень активный человек. Если он не верит в что-то, то он не занимается. Он майнфлэч без маку, сколько, полгода, допустим, полгода, полгода, когда он сказал, все, батя, я с вами, на конца дотал. Хотя были интересные такие моменты, но я не буду их озвучивать здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень здорово. Уникальный человек, кто-то знает, но я честно скажу, это очень уникальный человек, с большой буквы, с хорошим характером, ну и очень скромный. Мега скромный человек. Главный человек, аналитик, маркетолог, недавно вложил в команде, но очень смешленный, уникальный. В общем, большинство командов это те, которые, можно сказать, дыда. Те, кто управляет какими-то процессами, они отвечают за что-то. Но есть еще люди, которые стоят за ними. Это целая ама. Вот например, за Федором есть целая команда, у Вити, у Хамата целая. У Влада самая большая команда, которая есть. У Надика тоже очень большая команда. Ну, вот это все, что вы видите, это мы все вместе делали. Поэтому прошу, чтобы вы все тоже любили токсины. Потому что без них, поверьте, без них я бы ничего не смог сделать. Не абсолютно, я бы даже, я бы даже, логотип бы, челточку, который бы не там стало. Понимаете? Это институтные новости. Поверьте, я бы не смог бы это сделать. Только вместе с ними, только в одной команде, работая с такими людьми, мы можем делать большие, огромные какие-то проекты, которые будут помогать каждому решать последние какие-то проекты. Все, я закончил. Прошу прощения, можно команду просить остаться? На секундочку, одно моментное фото. Можно вас, пожалуйста, по центру просить встать? Раз такие исторические удовольствия, это должно быть запечатлено. Прошу вас. Да, и салат, и салат, и салат. Спасибо. 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 Спасибо.